Веб деградирует. Что дальше? Новый логотип от студии Лебедева. Рынок IT в России по-чесноку. Рынок IT в России погнали. Мы уже максимально выверенное голливудское дерьмо делаем, которое как бы вот всем кажется, что это по наитию делается, а это уже сто раз запланировано. Это по соитию делается. Да, во-первых, по соитию. Все уже, знаешь, даже клининговая компания уже проголосала, что да, оставляем так, потому что уже максимально согласовано с каждым человеком нашей огромной корпорации UwebDesign. В общем, всем привет, с вами подкаст «Суровый веб», выпуск номер 169. Время у нас 15 минут 12 по-челябинску. Дата сегодня 14 июня 2018 года. Ты знаешь, я вот, если честно, жду 200-го подкаста. Вот что-то, мне кажется, какая-то магия случится. Это, знаешь, как Новый год. Вот типа ждешь, ждешь, вот что-то будет. И вот 200-й, мне кажется, это будет какое-то вот что-то магическое произойдет. Есть, потому что сотка, а есть двухсотка. Вот, да. Ну, короче говоря, можем смело нырять прямо в темки. Давай, это практически к новостям. К новостям. К новостям о IT. Знаешь, я должен избитыми фразами говорить, как будто мы с тобой, короче, ведем такую передачу, где не только новости о IT, но вообще-то да, у нас не только новости. Да, как будто просто исходя из того, что сказал наш обозреватель, вот 13 тысяч там и погнали. Да, 13 тысяч проектов свалило с GitHub на GitLab в понедельник утром. Ну, представляешь? То самое событие, о котором мы говорили в прошлом подкасте, что Microsoft покупает GitHub за акции Microsoft. Я не знаю, что там произойдет. А мне кажется, просто они отжали, короче, GitHub у них. Они пришли, им дали бусы, стекляшки. Как-то земцам. Да, да, да. Я жалю, у них сервера. Хотел пошутить, что, по идее, это, ну, как бы сатье надо давать стекляшки, но не стал. И, в общем, суть в том, что именно в этот момент все начали сомневаться, уже до этого сомневались, потому что были желтые новости, желтые слухи ходили, что вот, сейчас GitLab. Главное, чтобы по желтому снегу не ходили. Да, что, точнее, сейчас GitHub, да он, да это open source был, останет сейчас продажный source. Вот, соответственно, многие параноики, а тем более в IT, ты же знаешь, в IT-индустрии много параноиков. И они, вот, мне кажется, все вот эти параноики, вот, которые были, они все на GitLab сразу перебежали. Здесь написано, что 13 тысяч проектов, но вообще-то оно выросло до 50 тысяч новых проектов, которые, как я понимаю, создались на GitLab. Причем, знаешь, проекты, это не то, что вот маленький репозиторичек создали, а проекты, как бы. То есть, ты знаешь, практически... Слушай, мне кажется, это фигура речи, уже, опять же, с битыми фразами говорить. Это просто фигура речи от наших экспертов, потому что, на самом деле, даже самые засранские репозитории, я думаю, у них фигурируют как проекты. Ну, пусть будет, даже так. Конечно же, это смешно, на самом деле, вот то, что мы сейчас обсуждаем, потому что 8 миллионов проектов было на GitHub и остается. И, как бы, миллионами никто не уходит на GitLab. Тем более, что GitLab, на самом деле, забили панику. У них, как, знаешь, на маленьком корабле из всех дырок сразу вода потекла, потому что ушло 50... Они не были готовы, я понял, да? Да, да, 50 тысяч проектов ушло, а там все уже. Там бомбануло, короче, и пацаны погнали сразу. Подожди, не ушло, а пришло, наоборот. Ну, да, но считай, что оттуда ушло, там пришло, ты же знаешь, я уже по мужикам тебе говорю, ты же знаешь, вот в природе такая... Где-то убыло, а где-то прибыл, я понял, да. Да, конечно, конечно, вот так же и там. GitLab, я не знаю, причем тут говорится, что... Понятно, что GitHub не мог так долго существовать без бабла, но ты представляешь, 8 миллионов проектов, и практически, ну, open-source пацаны, а теперь Microsoft не вливает бабло, а GitLab, между прочим, тут написано с помощью венчурных фондов, с помощью венчурного бабла, как-то существует, и тоже непонятно, как он дальше будет. Вот если на него будут люди так вот притекать, то непонятно, как он дальше будет. Слушай, венчурные инвесторы, я думаю, еще больше будут хотеть им влить бабла, поэтому, по идее, все хорошо. Все может быть, да, все может быть, поэтому хрен знает. Напишите в комментариях обязательно, если вы засали и перешли с GitHub на GitLab, хотя, на самом деле... Или, если, не дай бог, вы перешли на Bitbucket, потому что Atlassian, это... Bitbucket это Atlassian-овский проект, и он-то прям вот, это просто их коммерческая хреновина, там никаких венчурных... Ну, то есть, может быть, как бы, сама Atlassian привлекает какие-то инвестиции, типа, венчурных, но, по факту, там это у них просто корпоративные бабки, это... Ну, я думаю, параноики таким корпорациям, тем более, не хотят доверять свои бабки, потому что... Ой, бабки, проекты, простите. Бабок там нету, там только проекты. Код, говнокод на JS написан. Или на Go. Да, Go. Вот такая новость, вот такая новость, вспышка практически. Слушай, а что тут вот... Нам тут говорят про какие-то 10 тысяч, 50 тысяч, и вот здесь твит GitLab'а встроен, в котором просто какой-то вялый график, там какие-то две письки маленькие. Там, знаешь, чуть-чуть подернулось, как будто пациент скорее мертв, чем жив. Вот да, и что они пытались здесь... Они хоть бы подфотошопили график какой-нибудь, что там вау... Да нет, они бы хоть приблизили, знаешь, они бы хоть приблизили, чтобы огромные волны были. Вот, вот да. Не маленькие, а как бы, ну не знаю, в общем говоря, что-то происходит. GitLab, наверное, рад, я думаю, пользователям, скорее всего, гитхабовским. Ну, а это, знаешь, я вот всегда любой бы компании пожелал справляться вот с такими трудностями, чем наоборот, сидеть и ждать у моря погоды, так сказать, у моря пользователей. Ну, возможно... Поэтому у них сейчас это будут приятные хлопоты, которые они победят и молодцы. Я вот этой паранойи не сильно понимаю. Ну, то есть, опять же, я убежден, что из этих там 50 тысяч проектов, которые в результате слились, наверняка кто-то слился чисто под комьюнити. Ну, типа, знаешь, они уверены, что у их библиотеки все комьюнити — это просто параноики. И если они сейчас не перейдут на гитлаб, то просто банально ими будут меньше пользоваться. То есть, они это полностью под комьюнити сделали, а самим, так сказать, лидером этого проекта, в общем-то, и насрать. Мы, правда, никогда, я думаю, не узнаем в итоге, что и как. А на самом деле, знаешь, еще такая тема есть? Что на гитхабе вообще-то, до того, как его купил Microsoft, были всякие штуки, которые... Штуки-штуки, которые обходят майкрософтовские темы. То есть, ну, не то, чтобы прям спиратили винду на гитхабе, но там были подхачены какие-то коды для, короче, для винды, для чего-то еще там. В общем, короче, там было всякое говно. Возможно, вот, включая эти 50 тысяч проектов, это вот такие проекты, которые делают плохо Microsoft. Соответственно, Microsoft, естественно, будет чистить такие проекты у себя на платформе. Это стопудо. Ну, или так, да, действительно. Может быть, там Suicide.txt какой-нибудь был, который, опять же, Microsoft просто решили, ну, то есть, они бы его гарантировали. Сатья Лох. Представляешь, Сатья Лох.txt был. Главное, чтобы не .mp3 или не .3GP, не дай бог. Потому что потом это на YouTube это залили в 10 часов. Сатья Лох в 10 часов. И там Сатья танцует, как медведь. С этим, с Мартиросяном. Да, да. Короче, идем дальше, я думаю. Ты имеешь в виду... Ты-то, Никита, кстати, вообще следишь за чемпионатом мира? Ну, вот так вот. Мы с тобой почему... По футболу? Сегодня записываем. Ну, конечно, по футболу. Какой у нас еще чемпионат мира сейчас существует? Ну, понимаешь, я знаешь, как слежу? То есть, я... У меня соседи очень громко включают телевизор. И, в принципе, я слышу, когда... Наши забили, по-любому. Ну, в общем, 5-0. С Саудовской Аравии мы сыграли. Да, это я посмотрел. Как раз вот матч закончился в тот момент, как это. Но я думал... Ты бы мне про другое немного рассказываешь. Ты другие прямые трансляции собрался смотреть. Поэтому с удовольствием послушаю. Понимаешь, да. То есть, футбол, на самом деле... Нам сейчас все скажут, которые нас смотрят. Вот люди. Вот все наши слушатели. И зрители скажут, ну, что футбол, да? Вот нам бы что-нибудь более полезное, чем футбол. Потому что там вот мужики, которые миллиардеры, гоняют мячи, понимаешь? А тут... А тут есть очень полезная конференция. Между прочим, трехдневная конференция онлайн. Которая называется WebDevSummit. WebDevSummit. Да? Да. И она будет проходить с 22 по 24 июня, соответственно. То есть, практически уже через 10 дней от того, как мы пишем. Точнее, меньше уже. Мы за годи предупреждаем наших подписчиков, потому что такое событие, я считаю, пропустить нельзя. Ты представляешь, три дня онлайн-трансляции всяких докладов. Да. Во-первых, доклады будут по веб-разработке, веб-дизайну, SEO, работа в команде, найм сотрудников. Это уже для более таких продвинутых пользователей. Это для венчурных инвесторов практически уже. Да. Для молодых венчурных, для школьных. Управление проектами, развитие своей веб-студии. Это знаешь, вот реально некоторые чуваки задумаются, может, нахрена мне верстать? Я пойду просто свою веб-студию открою и все, и не буду париться. Те самые, у которых алгебра сейчас. Да. 25 лучших стикеров, которые мы вам отправим. 25 лучших спикеров. Более 10 тысяч зрителей. 10 тысяч зрителей, это, между прочим, как у Мэдисона на стриме, на хорошем. То есть не на Fallout с утра, на третьем. А как на чем-нибудь на хором, на GTA онлайн. Около 75. А он стримит GTA онлайн? Ну, которая, да, которая RP. Я понял, GTA 5, да, да, да. И около 75 тысяч общего охвата. Это, видимо... Вот это уже стадион целый. Это уже как раз чемпионат мира. Может быть, целый один стадион перейти и охватиться. Ну, это полстрима от стримера Нинзи, который самый популярный стример на Твиче. Всего пола его обычного стрима. Ну, да ладно. Суть не в этом. Это, понимаешь, зато у него там просто отбросы. Скам какой-то смотрит. Откуда? А на WebDev Summit, я считаю, это 10 тысяч самых отборных вообще людей, которые... Я думаю, даже самые новички могут поучаствовать, потому что... Представляешь, вот обычно ты такой думаешь, блин, схожу на какой-нибудь HolyJS, да? А вдруг, не дай бог, со мной незнакомец или незнакомка? Не дай бог. Заведут разговор, типа, а как у тебя вообще, кстати, вот новые прокси-объекты в JavaScript? И ты такой, ух, блин. А ты не знаешь, что ответил. Потом весь облился, потому что к тебе подошел представитель не твоего пола, там, марсиане, а все-таки именно, там, женского, да? А ты тут еще и про прокси-объекты. То есть она еще и умнее тебя. И ты такой, блин, все, я в туалет пошел. Ну, потому что... А тут не надо, тут ты можешь прямо из туалета смотреть все доклады. Никто никогда не застанет тебя врасплох, в общем-то. Кстати говоря, я хочу сказать, что это еще и бесплатно, прикинь. Единственное, что надо успевать. Вот кто успеет, ссылка в описании, тот и сможет бесплатно смотреть, потому что количество мест ограничено, как и во всех хороших местах. Потому что не бывает, знаешь, чтобы просто все набились и как бы бесплатно на миллион людей. Нет, нет, как бы места ограничены, поэтому, чуваки, перерегайтесь по ссылке в описании. Вообще, вот кто-нибудь скажет, а как вы можете быть на бесплатном мероприятии ограниченное количество мест? Но вот когда фейерверк на площади, люди приходят смотреть, вы же не можете всем городом прийти, площадь закончится в какой-то момент? Уже будут вот эти люди, которые на парапетах сидят, которые будут сидеть на билбордах, кто залезет до туда, там, по крыше своего большого минивэна. Это всегда так, поэтому это жизнь, чуваки. Успевайте. Я вот первый успею, когда буду ссылку в описании добавлять, я первый зарегистрируюсь. Ты первый залетишь, реально. Не надо, залетать не хочу. Мне пока и так нормально. И, кстати говоря, ну, естественно, все получат электронные сертификаты. Что, серьезно? Даже такое? Их подище, знаешь, можно к резюме приложить, повыпендриваться перед будущим. На самом деле, вот на самом деле, это, кстати, очень полезная тема, потому что обычное резюме достаточно голое, если вы понимаете, о чем я. Ну, ты там пишешь свою скиллуху, а тут ссылочку на электронный сертификат кинул, и уже что-то, понимаешь? Они такие, блин, так там 75 тысяч охвата было. Это же практически... Пол-стайва-ниндзи. Это практически пол-стайва-ниндзи. Вот именно, сказал тебе работодатель из крупной компании. Поэтому я считаю, что любой, кто еще не зарегистрировался... Вдруг вы по своим каналам уже узнали про WebDev Summit? Потому что, вообще-то, событие знаковое. По-моему, организаторы, если мне память не изменяет, это Академия Верстки. А они что только не организовывали в своей жизни? Кроме своих курсов, конечно. И Академию, и Верстку. И Академию Верстки. И Верстку Академии иногда по вечерам. Тут все, что вообще классно у них. Так что, ссылки все в описании. А мы посмотрим дальше наши темки. Да. Следующая тема, между прочим, у нас это про Apple немножко. Причем и про Apple, и про разработчиков, и про все сразу. У нас такие отголоски DubDubDC до нас доносятся в Челябинск. Потому что, как вы помните, а я напомню для тех, кто не помнит, простите за тавтологию, что DubDubDC это не только тот кейноут, который Apple дает в самый первый день в 10 утра или в 9, не помню. Так? Apple дает просто смешно. Среди Тима Куков вспомнил. Ладно, не важно. И это на самом деле еще несколько дней докладов для разработчиков. Это реально тусовка. Ну, конечно, не такая крутая, как WebDev Summit. Но, слушайте, я думаю, вот приближается. В пике она приближается по уровню к WebDev Summit. Возможно, даже к половине стрима ниндзя. Так вот. И мы вот год назад тоже обсуждали, что не только Apple Keynote, который, естественно, все обсуждают, потому что это знаковое явление, это там много новых прошивок и там каких-то изменений и так далее. Мы еще обсуждали, я прям как сейчас помню, обновление движка WebKit в браузере, в Safari. То, что там, наконец-то, сервис Worker и IndexDB появились год назад. Так вот, в этом году опять Apple нам покушать принесли. А именно они MapKit.js свой представили. На самом деле, MapKit уже был. То есть он был для свифтовых и Objective-C разработчиков. А теперь есть JavaScript-овая библиотека MapKit. Спустя год, видимо, портировали бедняги. И здесь, естественно, вот то, что, ту новость, которую мы на developer.apple.com обсуждаем, это именно видео. То есть здесь 57-минутная презентация. Причем ее абсолютно не как в обычный момент. Там вышел какой-нибудь Пол Айриш или там Джейк Арчибальд и весь час хреначит свою тему. Нет, там несколько спикеров, они дополняют друг друга. Видимо, там целая команда, которая работает над этим MapKit. Ну и, слава богу, целая команда. Потому что я бы ни на одного человека не возложил такой ответственности, чтобы он один за это отвечал. В чем суть, если коротко? Можно встроить Apple-карты теперь к себе на сайтецке или в свое веб-привожение. Представьте себе, представьте себе. А надо ли челябинские Apple-карты кому-то смотреть? Неважно. Мы просто говорим здесь о том, что мы это обсуждаем не как что-то насущное для российских веб-разработчиков. Мы с тобой шире смотрим. Мы же граждане мира практически. Да? Мы с тобой в космос практически смотрим. Мы же веб-разработчики мира. А веб-разработчики мира, они просто знают, какие технологии где выходят. И вдруг когда-нибудь тебе подвернется проект, который вот... Вообще, MapKit.js, он довольно-таки гибкий. Я сейчас расскажу, чем он именно так гибок. Ну-ка. Если мы зайдем в документацию. Сейчас у нас откроется. Developer.apple.com. Slash map.slash map.kid.js. Я это сейчас так быстро прочитал, как вот эта реклама по радио, которая 16+. Блин, ну если бы нам заказали рекламировать MapKit.js, я бы сказал, что в Челябинске лучшие. Я бы только ими пользовался. Согласен. И никуда бы не уехал сразу. Вот. И я, если ты на том вот черном соотецком, где видос, можешь ресурсис нажать вот сверху Apple... Ой-ой-ой, у меня включился. Ресурсис. Форсис. Вот так. Ты Apple Developer, двоеточие, MapKit.js открываешь. Я нажал, нажал, да. Вот. И там у нас есть сразу examples and sample code. Examples, простите. Examples, это если бы я овсянку сейчас съел с сэром. Это ты кант. Вот, да. Так вот, ну, во-первых, просто классическое встраивание. Слушай, а почему Сан-Хосе? Почему не Челябинске? Я буду как бы до конца. Ну, во-первых, потому что Сан-Хосе, в него входит Купертино. Как говорил Ганчик Купертино. А-а-а. В Купертино. Поехал в Купертино, значит, к бабушке своей. Вот, да. Вот Купертино. Так вот, здесь классический виджет-карты, довольно-таки шустро работающий, с трассами, с вот этими федеральными, с подписями всех гольф-клубов. И раньше Сан-Антонио. Стандарт гибрид-спутник, то, что мы уже привыкли видеть во всех картах, плюс-минус масштаб. Ну, и здесь есть небольшое Apple яблочко в левом нижнем углу, которое просто говорит о том, что это Apple карты. Но самое интересное не здесь. Самое интересное это в том, что, ну, да, что касается встраивания, мы встраиваем скрипт, скриптуху с Apple, и после этого делаем дифф-контейнер с ID-шником, там, например, Map. После этого инициализируем MapKit с помощью вот AJAX-запроса, который мы отправляем, точнее, слушаем. И после этого, например, очерчиваем тот квадрат, который нам сейчас нужно открыть. В данном случае они очертили Купертина, координату, точку, и сколько вокруг нее, так сказать, пространства показать. Все, Map.region равно Купертину. В итоге все с помощью джаваскриптовых объектов таких сделали, конструкторов. Работает. Кроме этого, есть возможность добавлять кастомные аннотации, причем они даже по умолчанию прикольно анимированы. То есть это просто обычные стандартные аннотейшины, которые вы делаете с помощью класса Marker Annotation, они уже по умолчанию круто анимируются. То есть прям вот вау. И да, их можно прям выбирать какие иконочки, какого цвета вот это самовсплывающее хреново оно было, какой у нее заголовок, какой подзаголовок, какая из них выбрана по умолчанию. Ну, просто там достаточно обширный API, поэтому да, можно делать аннотации. Кроме этого, можно делать коллауты, то есть так называемые подсказки, которые всплывают и на них есть, например, номер телефона, ссылка на сайт. Короче говоря, по факту просто можно сверстать свой тултип, который откроется при клике на пункцион. Есть даже такие пункционы, которые перетаскивающиеся. И в зависимости от того, куда ты его перетащил, там сбоку показывается на увеличенном масштабе вот тот объект, который вы прокрутили. Короче говоря, у них здесь очень много всего. Есть два видоса Introducing MapKit.js, о котором мы уже сказали, Getting and Using MapKit.js То есть, как вы догадались, уже чтобы это использовать, нужно токен получить, для этого нужно быть Apple разработчиком. Но я так понимаю, этот токен доступен и для не... и для тех Apple разработчиков, у которых нету подписки вот этой ежегодной. Поэтому, в общем-то, может уже каждый сейчас начать. И да. Кстати, вот, Никита, ты бы, если вот, представь, сейчас ситуацию в вакууме проектируем, ты сейчас хочешь к себе на сайт встроить виджет-карты, ты бы какой использовал? Я бы использовал, слушай, наверное, Яндекс-карты, я думаю. А почему Яндекс? Ну, то есть, очевидно, что по сравнению с Google, там можно хотя бы маршруты собственные рисовать. То есть, ее можно хотя бы изрисовать. Хотя, знаешь, я сейчас подумал, и возможно... Кстати, я просто не помню. Понимаешь, тут надо помнить. Я, к сожалению, не помню. Какие-то из этих карт платные? Или нет? Дубльгиз просто я не помню, они вообще там как? Дубльгиз бесплатный. Я встраиваю, и мой ответ был бы дубльгиз. То есть, если бы я сам отвечал на свой вопрос, Ну, дубльгиз, по идее, более подробный, классный, это базара нет. Не, я не об этом. Там еще была, знаешь, какая тема? Ну, блин, это опять же не про встраивание. Там была тема с Яндекс-навигатором и с Яндекс-картами, что они же сейчас платные стали в плане обращения к ним. То есть, перехода из приложения. Но если мы про сайт говорим, ну, да, да, наверное, все-таки дубльгиз, да. Яндекс-карт, я что-то погоречился. Дубльгиз, конечно, более подробная и классная тема, тем более в Челябинске. Там организации, как бы еще видны. Там вообще жить можно, на самом деле, да. Вот. Там сразу есть маршруты транспорта, там, общественного или чего-то еще. Но самое главное, по поводу, как ты говоришь, стоимости, вот у Гугла после 75 тысяч обращений, если я не ошибаюсь, начинается платный тариф. Ну, да, да. Если у тебя сайт непопулярный, то все окей. А если становится популярным, то с тебя уже начинают брать бабки, потому что ты, ну, поделись. Потому что, да, да, потому что ты и их дергаешь постоянно, как эпиху. Вот, вот, да. Ну, как-то вот так получилось у меня про MapKit.js. Вообще, напишите в комментариях, кому-то это, кто-то будет пробовать это использовать или нет ради маленького яблочка в уголке виджета. Хотя, опять же, это, скорее всего, вот только если люди для себя будут использовать, потому что заказчикам у них вообще не привстанет от этого логотипа. Вот от дубльгиса там классно. Там сразу можно будет видеть, куда, как проехать и так далее и тому подобное. Но тут, видишь, больше это не для сайтов, там, визиток или каталогов, там, или чего-то еще. Это больше для веб-приложений, которые просто работают именно с картами. И тут именно гибкая API, что можно там пунсончики динамически генерировать, как-то что-то это. Но, опять же, ну, это везде можно. То есть это, ну, не знаю. Вот мы ждем, мы ждем ваших комментариев по этому поводу. Интересно будет просто послушать, кто что имеет сказать по этому. Про это. Про это. Про это. А следующая тема, между прочим, оставлена нам на сайте, на нашем, на youwebdesign.ru, где можете, кстати, оставлять тему. И вот эту тему мы с тобой видели и без того, что нам чувак ее, Александр Ми, оставил на сайте, но мы именно его взяли, то есть с его комментарием. Он пишет, очередная неоднозначная работа от студии Артемия, того самого Лебедева. Солнце светит, птицы поют, студия Темы, портрет хэ ху ю. И вопрос. И вопрос. Окей, ладно, хорошо. Александр Ми, видимо, Александр Ми, это отсылка к Xiaomi, видимо. Не знаю. Ну, он там ссылку на свой GitHub приложил, но я думаю, он уже на GitLab перейдет вскоре, поэтому даже не будем заходить на его GitHub. Короче, на самом деле тема такая. Логотип булочный нарисовала студия Артемия Лебедева, и, как я понимаю, вызвала резонанс этим самым логотипом, как и постоянно, как и последние все логотипы, вообще, в принципе, которые делает студия Артемия Лебедева, потому что, ну да, спорный логотип, и даже вот я, посмотрев, я посмотрев, и вот так вот прям сказав себе, ну, в принципе, наверное, и то не могу сказать, что это, ну, классно, и то не могу. Задачей было, естественно, логотип для булочной, которая так и называется булочная. И тут в описании на сайте написано, именно у самого Лебедича, у студии, в смысле, написано, что, типа, да, вот, короче, для булочной делаем, должно быть классно, чтобы задорно, чтобы похоже на батон было. Именно вот у него была тема, что, у них была тема, что на батон должно быть похоже, потому что батон, это прям вот всем булкам булка. Вот прям вот, что вот у нас ассоциируется с булками, это как батон. Как-то уже я сейчас это говорю, и как-то уже какие-то несостыковки, но окей. Давайте зайдем в процесс, как они его делали, чтобы сразу понимать вообще, как вот родилась эта хрень. Накидали, значит, на них разных булок. Достаточно без энтузиазма, накидали, ну да окей, ну окей. Потом приняли решение растянуть булку, одну большую, сделать такой батон булку и написать просто булочная и на все мокапы ее прикрепить, на билборды, на хренорды, и на самом деле не очень она вяжется нигде. Ну, как мне кажется. А я свое мнение высказываю абсолютно. И еще хочу сказать, что не знаю почему, возможно, меня как... Возможно, знаешь, для других людей это вообще норм логотип. Ну, а для... Вот для меня мне кажется, что что-то лагает. Потому что я... Возможно, я потому что видел, что в играх может быть такие лаги с графикой, знаешь, типа, когда у тебя видяха не вывозит, или когда просто игра не оптимизирована. Это бывает, что графический движок выдает вот такие вот текстуры, которые друг за другом повторяются. Получается... Сразу мем вспоминается, твой мак может так, и там окно залагало просто риндово. Да, да, или винда, да, или вин... Вот. Короче говоря, я не могу от этого избавиться, и мне кажется, что это плохо. Вот прям плохо и не вяжется. Плюс надпись, ну, которая просто висит где-то непонятно. Короче, я здесь до конца все-таки не прочувствовал идею. Точнее, я ее понял, но она мне все равно кажется какой-то, ну, вот, короче, не дееспособной. Она какая-то неживая, короче. Она как будто максимально синтезирована из пробирки логотип, который вот неживой. Ну, не знаю, короче. Может быть, надо как-то по-другому взглянуть, под другими наркотиками. Я был под другими. Под ксаноксом. Вот. Ну, слушай, давай так. Давай. Если мы говорим уже о моем мнении, то, во-первых, шрифт классный. Когда слово написано в одно слово, я прям... У меня ассоциация с пекарней. Так. То есть шрифт именно такой. Простите. Я просто тоже под другими наркотиками, поэтому... Так вот. Во-вторых, я здесь вижу над заголовком создания логотипа пылочный символ молнии, что означает экспресс-дизайн. То есть это тот, который за сотку просто. Ага. Ну, окей. Сто тысяч за логотип. Окей. Дальше. Продолжаем. Вот. То есть здесь не мог заказчик никак вмешаться вот в это все. И да. Что касается того, вот из тех мокапов, которые есть, на футболке более не менее. 6 из 10. Везде, естественно, говнище, как просто страшное на всех билбордах. Вообще, я это вообще не понимаю. Зачем? Возможно. Но на футболке прикольно. Вот на футболке 6 из 10. Но опять же, если бы был просто нормальный нарезной батон с тремя впадинками и надписью вот этим шрифтом булочная снизу под ним, то было бы просто 8 из 10. Если бы над ним было бы 9 из 10. Если бы еще что-то как бы то какой-нибудь был, я не знаю, обрамление или какая-нибудь полосочка одна, колосочек какой-то, вот было бы 10 из 10. Но вот это, это, конечно, да, вот этот вот баг, лаг, артефакт, это что-то страшное, непонятное. Иначе как стёб не могу я это придумать. Просто вот смотри, если мы сейчас посмотрим вот в процессе, вот первые 5, 10, 15, 19 говнища. Ну да. А вот следующее, где есть овальчик, вот там есть несколько батонов, как я сказал, с тремя впадинками. Вот эту идею бы они лучше развили, например, под номером 4 или 5. Мне нравится 4, мне нравится 4, но он к булочной, к сожалению, не очень относится. Как и 5, в принципе. Почему? Что колбаса нарезана. Не, 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 я не про эти 4, 5, а следующие. То скролли там 7 штук, 7 батонов, вот там 4 или 5, и надпись бы не внутри батона, а под ним. И было бы прям прикольно. Да, да, возможно, да. Но вот то, что сейчас это лагающая булка, ну чё-то не знаю. Лагающая булка, это, конечно, зашквар. Но мне иногда кажется, что это просто специально они хайпуют. Вот и всё. Хайпуем. Я думаю, что за 100 тысяч сделать херню как бы. Тем более, тут есть ещё анимация, где чувак жрёт булки, в футболке булочная. Да, я видел, да. Ну, короче говоря, менеджер Денис Железный, дизайнер Альбина Гайнулина, а арт-директор Артемий Лебедев. Ну-ка, если посмотрим, а что ещё делала Альбина Гайнулина? Ты думаешь, она именно на этом специализирует? Слушай, у неё именно всё такое какое-то, походу. У неё всё. Логотип Орлёнка, например, в таком стиле. Ну, не в таком, короче, а вот она любит без... Джон Фёдор, это тоже она. Ну вот. Это их новый, похоже, вот у неё залагавший идеалиста. Логотип сообщества идеалиста. А она ещё это делает, знаешь, без бордеров, короче, полностью у неё. Да-да-да. Ну вот, нет, вон есть бюро технических решений, БТР, и это классный логотип. Несмотря на то, что текст мелкий, непонятный, и на футболке будет не видно уже. А потому что бордер есть, опять же. Вот да, согласен. Библигон есть какой-то, логотип курсов. Но опять там буква Б блюёт. Не знаю, у неё странное своё какое-то видение. И, видимо, за 100 кассиков Лебедич не лезет вообще. То есть он... Не, он, наверное, лезет и ржёт. Ну, да-да. Потому что вот там дизайнер, логотип компании, ваш партнёр. И там ручки пожимающиеся. Опять же, оно мелко не будет видно. Ну-ка, если зайти в ваш партнёр, опять же, это экспресс-дизайн. Я хочу просто посмотреть на мокапах. Вот пин, пин маленький, или флешечка, ваш партнёр. Там уже вообще не видно. Там уже кажется, что это бабочка или там фантик от конфетки. Ну, точно не две руки пожимающие друг. Ну, короче, это вообще странно. Ну, да. Но, видимо, и у неё везде менеджер Денис Железный. Он что, спит с ним, что ли? Или что? Я не понимаю. Вообще, у Дениса Железного есть прикольный логотип компании Грузовикс, где он тоже делал... Где он тоже был менеджером, видимо. И, в принципе, это неплохо. Но у них тоже вот всё в таком стиле, всё в таких очень ярких красках, как давно уже придумали на iOS, собственно. И всё без бордеров максимально. Мы с тобой, возможно, уже не прогрессивные молодёжи. Не, я думаю, что, да. Я думаю, что это как бы тема. Я думаю, что это тема. Но тему тоже, как бы, ты понимаешь. Тему тоже надо, как бы, уметь преподать. Он был менеджером компании, логотипа компании «Эксклюзивная логистика», там, где ромб. Который нам понравился, между прочим. Ну, он классный. И Джона Фёдора тоже он был менеджером. Ну, в общем, ты понял. О, Бургер Кит там была компания, и это смешно. Это прям прикольно. Вот логотип воды Тува. Посмотри. Вот у него именно. Сейчас, погоди, погоди. Под Джоном Фёдором следующий ряд. Так. Угу, вижу. Вот гениальный. Согласен? Вот просто гениальный. Особенно с учётом того, что это именно вот оттуда, из-под Сибири. И, блин, там даже на мокапах на самом стакане классный логотип. Видно, что это лось или олень пьёт. Да, да. Не, ну вот есть я грыжу, то есть, ну, он, видишь, менеджер. То есть, тут сомневаешься. Ну, как кто-то был дизайнер. Дизайнер Иван Ващенко и Ярослав Бенн. Вот мужики. Сразу видно, нормально сделали. Короче, он-то, скорее всего, просто согласовывает. Хотя, что там согласовывать с клиентом за 100 тысяч? Он просто 100 тысяч берёт и всё. Да, просто забирает себе сколько унесёт, короче. Ладно, идём дальше. И, возможно, следующая тема, это, знаешь, как бы, ну, описывает всё одним словом прошлую тему. Прошлый логотип. Почти, да. Деградация веба или как сделать веб человека читаемым. Это я, видимо, сам нашёл, да, нам это никто не предложил. А я ещё умею сам находить темки. Так вот, это блог компании Wrike. Так. Через W. У них тут даже численность от 200 до 500 человек. Локация Сан-Хосе, США. Вот почему Сан-Хосе. Это не из-за Купертин. Это из-за Wrike компании. Ладно, неважно. Дисклеймер. Этой статьё автора зовут Чак Зефир какой-то. Ну, наверное, он какой-нибудь там, ну, как Чак по-русски может. Сергей Чикирёв. Ну, почти. Чак-чак. Этой статьё я не хочу унизить или возвысить кого-либо из пользователей, разработчиков порталов, сервисов и прочих. Придя на скриншотер статьи, а также комментарии к ним являются субъективными мнениями авторами, не призывает никого с ними считаться. Короче, он здесь засирает просто конкретные сайты, типа там Esquire.ru, Реа Новости и так далее. Поэтому он сразу говорит типа пацанам, которые сделали no offense. Но если кротко, коротко, так вот если коротко, то он, его бесит, что заходишь на сайты, а там баннеры, баннеры, всплывающая говнишка и, соответственно, под этими баннерами и всплывающим говнишком ты контента не видишь вообще. Так. Так, сейчас подождите. Я думал, ты отвалился, ты очень, очень классную паузу такую мхатовскую прям сделал. Мне просто звонили, поэтому тут да. Мне надо было ответить в WhatsApp еще, я не могу взять трубку. Так вот, это, кстати, реклама WhatsApp все сейчас была. Esquire.ru на телефоне открыл и где-то четверть экрана только занимает сам контент. А все остальное это реклама BMW X6 и купить квартиру в SPB. Всего 42 тысячи с квадрата, достаточно дешево. Ну, это, наверное, в жопах SPB где-нибудь. Ну, ладно, неважно. Его бесит это. Он зашел на Esquire, который десктопный и там все то же самое. Сверху новый Genesis G70, снизу что-то про куки, справа интересное и от контента мы видим только заголовок. Здесь, в принципе, actual content и здесь есть твит от Баса Холтропа, который именно говорит о том, что вот Mobile Web в 2017. И вот на самом деле в 2017 ничего не изменилось. Заходишь на сайтецкий, тебе сверху предлагают их приложение взять, потом меню, и снизу something about cookies и actual content это вот опять же 20% экрана. Это жизнь, это как бы можно долго выяснить. Вот Wired здесь с телефона отходит. На мобилах да, все обстоит прям вообще плохо. Там еще не дай бог ты не на тот крестик нажмешь, а на фейковый крестик, который в объявлении тебя перекинет. Ты сразу член увеличишь, ну как бы нормально. Все как надо. Там сразу всплывет, вы точно с Beeline хотите списать все бабки? И ты не можешь, там кнопки нет уже, даже не будет. Так вот, и собственно здесь на Wired почему-то некоторые мокапы с айфонов, а вот Wired прям с андроида конкретно. Ну ладно, неважно. Это, как это сказать-то, полиморфизм мнений, чтобы всех меньшинств, это я про не знаю даже про кого, и те, и те к меньшинствам подходят. Ладно, неважно. Потом здесь Спорт Экспресс идет, здесь везде реклама фон Бета, снизу просто опять реклама Митсубиши, тут еще баннер Спорт, ну короче, все мы это все знаем. Я просто поправлю сразу же, не полиморфизм, а плюрализм мнений, потому что будут умники в комментариях. А, вау, полиморфизм это что-то из программирования? Да, но этого мы уже сами не знаем, поэтому вот пусть умники в комментариях поправятся. Мэнс Хеллс та же самая история, Форбс та же самая история, и в общем весь интернет он сейчас такой. Что говорит нам автор? Автор нам говорит о том, что вот ладно, есть маркетологи, которые хотят заработать денег, которые хотят продвинуть проект, продукт, и так далее, и тому подобное, но есть же еще остальная команда, которая это а дизайнит, б имплементирует, и надо бунт поднять. Надо, чтобы когда маркетологи пришли с такой идеей, они сами поняли, увидели в лицах людей честных, что это за шквар. И он говорит, только мы, разработчики-дизайнеры, командами сможем дать им отпор. Потому что в противном случае при поддержке Цумба, MVX6, Free Collection, Ulysse Nardin и так далее, ничего другого мы не увидим на Сайтецких, и это плохо, это плохо, потому что он говорит, даже пусть у вас будет вот эта всплывалька, вот здесь пример theguardian.com как хороший пример, потому что здесь, говорит, есть всплывалька, но, говорит, здесь очень интеллигентным, нормальным языком, с уважением к пользователю написано. Блин, вот мы, в отличие от других организаций, мы не будем, типа, много тут вам навязывать там всяких баннеров и так далее, мы зачистую журналистику, дайте нам один фунт хотя бы. И как бы, вот им хочется дать один фунт, потому что они просто честно просят один фунт, они не засирают тебе все баннерами, чтобы заработать денег, они просто говорят, чуваки, дайте нам один фунт, все будет классно. Я, пользуясь случаем, хочу взять, The Guardian, сказать, чуваки, patreon.com веб-дизайн, дайте нам хотя бы 5 долларов, что в переводе фунт и будет один фунт, судя по всему, судя по курсу, да, я не умею считать, не знаю, сколько будет, и вы поддержите наш проект, а мы будем и дальше вас радовать чистейшим контентом, без вот этого вот всего, без Ford Explorer, без BMW X6, без Genesis G70, без этих классных автомобилей, покупайте Genesis G70, поэтому просто занесите нам на patreon.com веб-дизайн, поддержите любимый подкаст и где-то в мире родиться на одного не слепого и здорового котенка больше. Веб-разработчика, я думал, не слепого. Ну, это, в принципе, веб-разработчики, они же не смышленыши, примерно такие же, как котята, поэтому. Особенно те, которые еще ничего не знают, вам вообще на веб-метап-саммит, веб-дев-саммит, простите, метап. Короче, Rike, это никаких ухры-мохры компания, как ты мог подумать. К ним сам Фридман приезжал, Виталий. Они, видимо, его как на корпоратив покупали, скорее всего, это так было. Заказали вместе с Лепсом? Да, вместе с Лепсом и Галкиным. Сначала Лепс спел, потом Фридман нагрузил, потом Галкин шутил, это успокаивало всех людей, потому что, как бы, да, он-то про дизайн системы здесь говорил, и здесь трехчасовой доклад, естественно, приложен, как он был в их офисе на своем суперломаном, ну, вроде не очень ломаном русском, просто уже на полузабытом русском говорил, и он там как раз рассказывал о человечности, о дизайн системах, приводил в большое количество необычных примеров. Можете посмотреть, если вам интересно. Я посмотрел где-то минут 30 в наушнике, пока читал другие темы, послушал, так сказать, не посмотрел, послушал, причем с середины по бреду. Довольно-таки воодушевляюще. Молодец. Хотя, конечно, к нашим суровым реалиям очень слабо применимо, но вот как, знаешь, как вот с моей диссертацией, вроде все сказал, все красиво, но когда начинаешь реализовывать, понимаешь, что все значительно тяжелее и сложнее, чем оно просто звучит в вакууме, в теории, поэтому... Как и со всеми проектами, я думаю, вообще. Как вообще совсем, да, в жизни. Ну, короче говоря, он говорит о том, что единственным спасением сейчас являются ридеры, а именно вот эти режимы чтения в браузерах. Всегда можно нажать кнопочку и только контент прочитать без баннеров, без каких-либо. То есть я вот даже сейчас эту статью на хабре нажал в режиме ридера, и прям классно. Даже вот нету сайдбара этого хабровского, в котором, посмотрите, еще публикации от Rike и еще публикации по таким же тегам. Это круто. Я честно скажу, я иногда пользуюсь ридером ровно за этим, для того, чтобы в сухую прочитать статью. Потому что иногда, ладно-ка, где я еще хотя бы могу отличить рекламу от самого контента, но бывают моменты, когда ее прям отличить нельзя. Это прям максимальный плевок в сторону пользователей. И это, конечно, да, это непростительно. Он, кстати, здесь славит, Сергей, такие вещи, как Telegram Instant View, когда, ну ты понял, да, посмотреть здесь, когда ты прямо из телеги открываешь эту статью, и там только контент. То есть без перехода на сайт. То же самое было в Google AMP, Facebook Instant View. И я думаю, что еще много каких крупных бизнесов это внедрят, у кого, так сказать, хватит сил на это. Может быть, Яндекс тоже что-то представит. Может быть, Яндекс даже что-то представил, но я чуть не помню такого. Там, по-моему, все еще переходы просто на сайт. Ну, он говорит о том, что главное это быть человеком. Просто нужно уважать людей. И даже если вы делаете какие-то такие экшн-айтемы, которые прям вот побуждают кого-то куда-то перейти, напишите об этом честно. А это баннер для того, чтобы вы по нему кликнули, потому что мы бедные. Или потому что мы зарабатываем только с сайтом или что-то еще. Поэтому просто, ну и он говорит о том, что нужно это делать командами. И вот он опять же говорит, понятно, что от таких инициатив, как Instant View от Telegram или там Facebook или Google, AMP, страдают конечные создатели сайтов, потому что если они живут с рекламы, то переходы с AMP и Instant View от Telegram, они, во-первых, не считаются. Ну, то есть в аналитиках не отпечатываются нигде, нельзя сказать рекламодателям, что заходит там 120 тысяч человек в день, потому что заходит, может быть, и больше, но они просто в статистике нигде не фигурируют. Ну и кроме этого, просто это не засчитывается именно как посещение, поэтому если вы с какой-то биржей баннерной работаете, это тоже не будет считаться. Поэтому, да, от этого страдают конечные, так скажем, контент креаторы, но по мнению Сергея нужно переходить в другой заработок немного и зарабатывать как-то честнее, просто краудфандингом каким-то или чем-то еще. Ну, не знаю, в каких сферах это справедливо, в каких-то, может быть, это даже и невозможно. Мне вот интересно, что ты сейчас скажешь по этому поводу. На мой взгляд, да, конечно, все так. Да, я иногда использую ридеры. Нет, я не использую от блока, который бы все это убрал, просто я даже не знал бы о том, что это 100 тысяч миллионов баннеров. И да, я за Instant View от Telegram, например, но против AMP от Google. Потому что, когда я гуглю, я все-таки хочу просто на сайт перейти. Ладно, я реально в мессенджере нахожусь, а, в ВКонтакте то же самое есть. Ладно, я реально в ВКонтакте, в Фейсбуке или в Телеграме, я нахожусь в мессенджере, в соцсети, меня наоборот будет бесить, что меня перекидывает в Safari, открывает где-то в каком-то там новом окне. Ну, в Safari, это если я с телефона и из приложения нативного там сижу. А я хочу, да, действительно, чтобы мне открылось прямо здесь, я контент только читнул и все. Но когда это происходит из Google, я уже, вот, я уже в интернете, я уже хочу прямо на тот сайт перейти. Я не хочу посмотреть это в интерфейсе Google AMP. Вот с этим тут я против, а вот те, которые Instant View, они классные, да, действительно, они быстрые и более удобные для меня как для конечного пользователя. Более лучшие, но я тебе скажу, что на самом деле я не сильно привык вообще ни к Instant View, ни к, короче, ни к ВКшной вот этой хрени, короче, все, не знаю, они меня как-то обескураживают. Я смотрю на них и такое чувство, что я случайно на Medium почему-то перешел и нахожусь посреди ничего в Medium. Но это даже не суть. Что там еще? По поводу отблока. С отблоком вообще, короче, многие сайты, особенно если это какие-нибудь, знаешь, ой, какие-нибудь, не суперкрутые сайты, а вот похуже, похуже, не очень, короче, такие популярные, а такие средние популярности, они иногда даже не понимают, что у них из-за того, что отблоком режется реклама, у них верстка сбивается, и ты просто не можешь их сайт смотреть, потому что у них там просто жопа происходит, короче, у них там блоки на блоки наезжают. Ну, да, встречал, слышал, по крайней мере, что это... Ну, в общем, поэтому отблок я тоже стараюсь не использовать, хотя на самом деле у меня есть плагин, но у меня чисто по работе. Вот пацаны, чисто по работе. И он, кстати говоря, включен фулл-тайм, на самом деле. У меня был плагин, который просто весь JS на всех страницах отключал. Это вообще досвидос. Ну, это вообще досвидос. Можно такого говна наесться, можно вообще такой экспириенс хапнуть, если с отключенным JS. Ну, вот, я это просто ради прикола делал. То есть, как веб-евангелист я это делал, как пользователь я, естественно, страдал, но просто моё, вот так сказать, пытливый ум, он был, конечно, удовлетворён в тот момент. Да, это достаточно страшно. Вот. Ну, не знаю, Google AMP до хрен его знает. В принципе, это нормальная идея, конечно. Что-то как-то пока, пока как бы не сильно я вот прикипел к нему. Я даже не скажу, что я сильно пользуюсь, если вот я вижу Google AMP-шную хрен, да? Не знаю, что-то как-то. Ну, давай так. А если у тебя iPhone X-ка была, ты бы больше гуглил, например, просто в сафарях и больше заходил через AMP? Или это никак не зависит от девайса, это просто лайфстайл у тебя такой? Не знаю. Мне кажется, я бы так же заходил. Ну, в смысле, просто на сайт, как ты и сказал, что возможно, все хотят просто перейти, потому что Google AMP, ну, что-то не знаю. И, кстати, по поводу режима чтения, прикольная тема, базара нет, но забываю включить, вот чисто забываю. Там же надо на кнопку нажать дополнительно. Ну, да, там надо рядом с ссылкой на страницу, да, там есть вот этот reader mode. Просто видишь, в чем дело? Я иногда боюсь, что Google AMP что-нибудь украдет. Ну, например, комментарии к статье он уже не показывает. А когда я, например, перехожу на какую-нибудь статью с 74.ru, это наш челябинский портал, про то, как опять там что-нибудь хотят вырубить, где-нибудь построить или не достроить, я люблю просто доскроллить до комментариев, и там все пишут, да, блин, да какого хуя, да как так, ааа, вот все вот это. И я вот в это окунулся. А Google AMP это закрывает, там нету комментариев, там только сам текст и все. Поэтому его надо либо сильно дорабатывать, либо, не знаю, не люблю, короче говоря, я его. Пишите в комментариях, как у вас, а мы, как водится, идем дальше. Да, да, идем дальше. Следующая тема, это у нас достаточно, кстати, с хабра, с хабра. Это те самые темы, которые достаточно с хабра, но они не должны быть на хабре. Они раньше же были в других, скажем так, ресурсах, мне кажется. А сейчас как-то вот уже на хабр просачиваются. Умелец прикрутил... Хаббл, хаббл, все, хаббл, хаббл это телескоп, кто не знал. Хаббр поглотил тот самый ресурс, поэтому все, забудь уже. Да, я забыл. Умелец прикрутил телевик Canon EF70-200 миллиметр камеры Game Boy, Game Vo. Короче, вся тема, я быстро скажу тебе, как-то много здесь написано, я просто скажу так, надо быстрее, я хочу, чтобы ты просмаковал, потому что я прям люблю Game Boy. Есть разные извращенцы, есть разные извращенцы. Game Boy это та самая портативная консоль, которая появилась в 90-х годах от Nintendo. Это то, где появились оригинальные покемоны. Да, это та консоль, которая была у ваших одноклассников, но не была у вас, потому что ваши одноклассники были мажоры, а вы были как мы, нищеброды. Приятель мой. Да, 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 приятель мой, нищеброд. Нищеброд! Короче, Game Boy не было, не было Game Boy, ни у кого, все ходили, облизывались, охота была, и там, оказывается, можно было камеру даже прикрутить, и даже была Pocket Camera, и даже была хрень, которая распечатала Game Boy Printer, то, что вы сфоткаете на ваш Game Boy с помощью Pocket Camera, реприки. Иногда хочется вот 90-е провести не в России, а в Японии, там это, наверное, вообще отдельным удовольствием было все это вот говнишко, там, наверное, и сейчас отдельное удовольствие, оу, там все говнишко продолжает быть отдельным удовольствием, а здесь, понимаешь, ну, кто это, тем более, кто в России, ну, кто это будет пользоваться, да, не пользоваться, а развивать тем более, а тут, значит, чувак, чувак, один, думает, почему вы у меня старое говно не отрыть, не прикрутить к нему огромную хреновину, у него какие-то комплексы с огромными хреновинами, потому что он к маленькой хреновине решил прикрутить большую хреновину, значит, взял в натуре телевик Canon, такую здоровую, короче, здоровый-здоровый этот, ну, можно сказать, объектив, телевик, да, и, короче, да, решил его присобачить прям вот, чтобы вот тот самый контроллер, который контролировал pocket camera, контролировал и телевик, там, адаптер или, я не знаю, как это правильно, адаптер, скорее всего, называется, и он там подточил напильничком, хренильничком, то есть там DIY, умелые руки, во-первых, умелые ручки, реально, наши руки не для скуки, и у него действительно получились фотки, которые, ну, не назвать, конечно, супер красивыми, но концептуальные, у него получились фотографии, которые полностью, естественно, черно-белые, с оттенками серого, 50 оттенков серого на них, ты просто скажи, сколько, сколько, сколько пикселей фотографий, идет? 28, по-моему, на 128, что ли? На 112. Да, чуть-чуть прямоугольненькие. Чуть-чуть, да, но это японцы, опять же, они вот не квадратные, вот надо 128 на 112. И он фоткал реально просто обычные объекты, то есть, видимо, он где-то, ну, был, каких-то гусей фоткал, но это чайка в морском парке, но тем не менее, в общем, он был в морском парке и фоткал гусей, полную луну, маяк, и действительно, ему, во-первых, приходилось супер целиться, потому что он смотрел на экран, соответственно, его экраном явилось геймбойный дисплей, и который переключается каждую секунду с супер задержкой в черно-белом формате вот в этом вот еле-еле-еле ворочается и переключается и, значит, пытается что-то там показать. И он при этом все равно сделал как-то более-менее по центру фотки вот этого голубя, луны, Марса. И я думаю, на этот телевизор можно Марс снимать, если честно. Марса, да, и вот этого маяка. И реально прикольно такое чувство, что это вот прям какие-то обои на геймбой продающиеся. Тут есть еще вот ниже всякие прикольные прикольчики, как он там Пикачу на фоне маяка посадил, ну и просто несколько разных, как он в чайку целился, как он Марс снимал дальше. Ну, в общем, прикольно. Чувак постарался. Опять же, для чего это? Ну, просто забава как бы, но зато про него написали на hubbro.com. Могли бы, конечно, на GeekTimes'е написать. Ну? Во-первых, этот адаптер, который вот именно куда объектив вставляется, вот этот, как сказать, конус, да, он на 3D-принтере распечатал. Как с пистолетом вместе. Это уже плюс 150 к DIY-ности. Я сфигурирую 3D-принтера, это уже все, у всех сразу же шаг до МИЦы. Согласен. Кроме этого, сами снимки он скопировал, нельзя же геймбой через USB бы его подсоединить, он его скопировал через эмулятор геймбоя, который он на Ардуино сам спаял. Вот, уже DIY-ность, куча DIY-ности. Еще плюс 100 тысяч DIY-ности. После этого он еще на JavaScript-е написал небольшой скрипт, который из hex-формата 16-ти ричного в PNG делает. О, это вообще, это не то, что DIY-ность. Это уже, да. И, соответственно, тут куча разных снимков, которые прям по тебе Марс снимает. Помнишь, мы с тобой как-то обсуждали чувака, который, кстати, здесь 4 оттенка серого, ты говорил 54, но это все равно очень прикольно получается, видны все детали. Круто, да, что не просто черно-белое, потому что с оттенками серого это еще более киберпанково получается, скажу я тебе. Вот да, да, я просто, что я хотел сказать, я вспомнил, как мы обсуждали статью, где чувак на камеры старых телефонов фоткал, и там тоже именно вкусно получалось. Там лоу-фай такой, знаешь, прям лоу-файный. Но я просто, блин, мне нравится олдскульная консоли Тебе просто нравится геймбой, так и признайся как бы сразу. Телевик-то похрен, а вот геймбой, да, это. Ну конечно, у меня нету комплексов на большие объективы, только на старые японские представители. Только на неудавшееся детство, да, на неудавшееся детство без геймбоя, вот это у меня есть комплекс. Ну давай. У меня, кстати, к Денде была клавиатура, чтобы ты знал. Опа! Сейчас такой взялся дышь, да? Нихрена ты компенсировал недостаток в другом месте. Большая, кстати, как этот телевик, прям даже больше, наверное. Все, вырвалось случайно. Ну там реально был контроллер клавиатуры, я не помню, нахрена он был нужен, но как минимум имя вводить в этих, когда в таблицу рекордов попадал, там из трех символов можно было имя вводить, вот туда можно было на клавиатуре вводить, например. Я думал, ты в мультиплеерные игры на Денде играл, чтобы всех, как бы все играли с джойстиками, а ты всех с геймпадами, простите, а ты всех драл на клаве. Ну да, у меня еще задержка, у меня монитор был 1 милисекунда, пузатый, правда, с лучевой трубкой, но 1 милисекунда. Смешно, продолжаем. Да, продолжаем, собственно, с геймбоя, уходим на следующую тему. Мы не можем про это не сказать, состоялось на выходных, на русских выходных, состоялось Electronic Entertainment Expo. Как обычно, не в России, к сожалению, а так хотелось. И это та самая конференция электронных развлечений, где все разработчики представляют свои новые проекты, в том числе, ну, в основном, крупные разработчики представляют это на принц-конференциях, куда могут попасть только, естественно, пресса, ну, и особо крутые пацаны типа Тохи Логана, хотя он тоже пресса, в принципе. Короче, вот, соответственно, все там ждали каждый свое, вот, я, короче, взял статью, знаешь, специально, вообще, на самом деле, специально, случайно, просто чувак очень удобно расписал, чувака с ДТФ, который, видимо, просто, это откуда-то из песочницы я достал, 285 просмотров у статьи, и, скажем так, ну, короче говоря, она свежая достаточно, она 13 июня, уже написанная после всего-всего, и тут мне не важно вообще, что он написал, он просто все обосрал, видимо, для хайпа, хотя его посмотрело всего 200 человек. Подожди, ну, ты хотя бы в курс-то в них чуть-чуть написал, и не насрать на его мнение. Суть в том, что он перечислил все более-менее значимые игры с конференции, и я просто буду... Ну, может быть, что-то забыл, но значимое я не забыл, поэтому я именно для этого и взял, чтобы у меня был список, если что. Тем более, он его еще по бреду расположил в алфавидном порядке. Не то, что он, знаешь, выписал по конференциям. Вот, типа, Electronic Arts, вот Bethesda. Не, он просто взял с Apoi. Именно придурок. Придурок. Доктор Слон какой-то. Я хрен не знаю. Ну, дай бог здоровья ему, если честно, за то, что он написал такую хреновину. Храни, храни Господь, как говорится. Подожди, а это, ты мне так скажи. Там же, вот мне, я тупой, я до сих пор так и не понял. Вот есть Е3. Это один, это что, павильон или что это? Е3, это огромная-огромная выставка, несколько павильонов, включая... В Лос-Анджелесе. Да, да, включая огромный-огромный холл и несколько разных холлов, опять же, для пресс-конференций. То есть, прошло за три дня где-то шесть конференций, семь-восемь. Ну, слушай, вот сейчас, вот сейчас, таких вопросов, таких, конечно, не должно быть, но я тебе скажу, сколько точно прошло, чтобы, чтобы мы, чтобы мы не опростописькались. Я узнаю. Главное, что еще и не опростописькались, потому что... Ну, да ладно, давай просто по пальцам я посчитаю. Смотри, Electronic Arts, и это уже как бы входит в тему. Electronic Arts была первая пресс-конференция. Она как бы типа EA Play, но это EA 3 все равно. Electronic Arts. Потом была следующая... Ну, все, я, к сожалению, не, я не могу. Я так, я просчитаюсь так. Блин, я, видимо, и не... Хочется теперь как бы восстановить. У меня просто было где-то расписание великолепное абсолютно. Но теперь, короче, нигде этих расписаний нет, потому что все закончилось. Ну ладно, окей. После Electronic'ов были Microsoft'ы, были... беседка была, были PC Gamer, PC Gaming Show, были Sony. Это что такое PC Gaming Show? Это название конторы? PC Gaming Show это одно, одно большое дерьмо, которое спонсируется железом, и даже в последний раз были какие-то то ли булочки, то ли что-то такое, какие-то... Знаешь, ну то есть такое. Из Минска, я так понимаю. Да, по-моему, из Денвера, по-моему, из Денвера. Но, короче, суть в том, что, в общем, там разные спонсоры, которые спонсируют просто PC Gaming Show, где просто чуваки инди-параши представляют, которые на ПК играют в которую. Вот. Железки в основном, естественно, кто еще будут бабки платить? Вот. Это я сказал, да, я сказал, да, Sony, ну да, около шести, что-то такое. То есть, великолепное, абсолютно говно просто. Показали трейлеры и, ну, больше ничего, собственно. Хорошо, вот из трех дней примерно каждый день по две конференции было, да? Да, по две-три конференции, да. Да. А в остальное время что происходило в павильонах? В этот момент в павильонах все вообще, там полностью гик-хрень, абсолютно. То есть, там типа конец-конец параллельный. Да, да, VR свои дают погонять, кто-то свои проекты дает погонять, опять же, есть еще наверняка некоторые студии, у которых не было своего киноута, но у них был стенд небольшой. Большинство, конечно, особенно бичи, особенно инди, которые не пробились, конечно, они все там. Но павильон им типа дали, все равно, и они все равно там могли свои новые тайтлы показывать, бета-альфа-билды какие-нибудь. Ну, возможно, это стоило бабла, я хрен знает, или какой-то спонсор должен был за них заручиться, то есть, им все равно дали. Ну, наверное, основные стенды все равно были, опять же, Microsoft, там, Bethesda. Я просто, чтобы понимать, опять же, если физически туда ехать, что ожидать? На киноуты, наверное, еще отдельно на билеты покупать? Нет, на киноут, я так понимаю, ты не попадешь все равно. То есть, это журналисты. Это закрытая, да, это закрытая хрень. А вот только попадешь вот в эти павильоны, чтобы чисто побалдеть, поглазеть там. Ну, и потом они вывалят эти люди, которые там были, увидишь Кодзиму там, я не знаю. Ну, подожди, есть же наверняка такие компании, например, вот Blizzard, у них свой BlizzCon, они E3 вообще драли. Я уверен, что у них был стенд на E3. А, был ты? Ну, а стенд, это просто ты заходишь и видишь, что в Ходзи новый герой. Ну, в смысле, причем он новый, не потому что новый для E3, а новый, потому что вот неделю назад. Потому что он был запланирован новый, да, то есть это, ну да, то есть никаких анонсов от Blizzard не было, они все анонсируют строго на своих конференциях, Hyperled это все отдельно и так далее. BlizzCon, кстати, еще будет, в июле, кажется. Да, у них своя тема. Не должно быть, опять же, таких слов, кажется, но по-моему, в июле. У них своя тема, но это как Gamescom, хотя Gamescom это тоже самое E3, просто в Европе. А, это в Кельне. Да, да, это чисто вот такая тема. Вот Blizzard, они тоже, они чисто, знаешь, отстранились, не хотят ехать в этот Лос-Анджелес сраный, видимо. Хотя, наверное, они в Лос-Анджелесе сидят, хрен его знает. По-моему, А Call of Duty было на E3? Да, был Black Ops, да, был Black Ops, но он был в рамках, по-моему, Electronic Arts, по-моему. А Electronic Arts и Activision, это что, уже одна организация? Да они там все вместе, я не знаю, они там в любом случае, или Microsoft, короче, вместе с кем-то, они были Black Ops, ну, с кем-то они их издают, видимо, Activision с кем-то еще. А, ну, понятно, там это уже, надо просто бумажками шуршать, знать, кто с кем бабки делит. Да, там уже бабки. В зависимости от этого будет. Хорошо, вот, например, эти, как их забывают, CD Projekt Red, они здесь были? Да, CD Projekt Red были в составе Microsoft. Punk, это что, это их же тайтл. Вот, то есть они его просто показывали, из-за них Microsoft поручилась, все. Хорошо, а вот такие студии инди, как Piranha Bytes, они только на Gamescom ездят? Мне кажется, Piranha, да, вот, я не знаю, где они, ну, их, естественно, не было на присутствии, что они там покажут, они ничего не делают. Вот, ну, или, может быть, что-то делают, но, видимо, ну, нечего показать, охренеть. Ну, количество сотрудников 30, на 2017 год, что они там могут делать? Согласен, 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 они бухают, но, возможно, на Gamescom у них хорошая фановая база, которая приходит и целует множество. Потому что это немцы, да, то есть это они там физически на своей территории находятся, у них может быть квота, как знаешь, квота на инвалидов, вот так же квота на немецких разработчиков, и как бы, ну, там Piranha Bytes, они все-таки какой-то местный. Им стульчики, да, им точно стульчики забили, как бы там. Теперь я узнал все чудо, теперь ты можешь хотя бы рассказать, что там было. Ну вот, ну и, короче, первый день, я не знаю, давай пойдем немножко тогда по вот этому списку у чувака, я буду просто, он, естественно, из-за того, что они по компаниям, я буду перескакивать с одной на другую конференции, сами присухи, поэтому, естественно, многие ждут Endem, вот этот вот, или Anthem, как правильно он читается, я хрен не знаю. Anthem, да. Да, Anthem, это хреновина от Electronic Arts, которая, собственно, такая в супер, не то, что даже киберпанковом, таком робото-сеттинге, короче, где чуваки летают в роботах реально, и всех убивают, но это чисто Electronic Arts, и пока непонятно, какая она будет классная и не классная, вот, но это просто очень громкий, это просто очень громкий тайтл, реально, от Electronic Arts, про который я просто не могу не сказать, потому что люди говорят, а как же, мы все ждем. Возможно, про Ubisoft, а, кстати, Ubisoft, я сейчас настолько у меня выпал, что была Ubisoft, но Ubisoft постоянно... Это Канада, или кто, чтобы я опять, или это Франция? Ubisoft Франция, причем там все французы выходят, то есть там вообще, там просто каждый француз, реально, я не шучу абсолютно. Ну ладно. Я не буду говорить про Assassin's Creed Odyssey, это не очень интересно, там вот этот чувак очень сильно много пишет про Гомосятина, и всякое такое, и там что, ну в общем, нам это не интересно. Assassin's Creed Odyssey, просто хорошая, практически на том же движке, что и прошлая Assassin's Creed Origin, сделанная про... Древнюю Грецию. Battlefield 5, Battlefield 5, которые показывали электроники, опять же, ну типа очень плохо, потому что это просто ничего нового по сравнению, ну то есть не то, что ничего нового, а как бы там, ну достаточно бредовый мультиплеер, короче, который вырос из прошлого Battlefield, и его очень сильно захейтили, это самый захейченный, короче, трейлер, который был на E3. Это Battle Royale, типа, может быть поэтому хейтили, что вот, и тут тоже Battle Royale. Он еще сраный, короче, он кроме того, что, короче, Battle Royale, он еще сраный, плюс еще многим людям не понравилось, что недостоверно, что там были, на той войне, второй мировой, воевали женщины с крюками из рук, там, ну в общем, там полный киберпанк, в сеттинге Второй мировой войны, какой-то бред, короче, происходит. Ну и сам по себе трейлер не очень, он, короче, какой-то не кетчи, и они как-то, ну в общем, просрались, они с Battlefield, мне кажется. Подожди, вот тот Battlefield, который был про Первый мировой, был кетчи, по-твоему, или нет? Да, Первый Battlefield, да, конечно, там вообще все, да, с видоса такие, нихрена себе первая. Я просто помню, там даже саундтрек, типа, вау, вау, вау. Там же, по-моему, саундтрек чуть ли не Seven Nation Army, или что-то такое, по-моему. Ну, типа такого, да-да-да. Да-да-да, вот. Нет, там так кетчи, там пацаны прям, и там как раз колда в этот момент проиграла, и Йоза дизлайкает, потому что они тогда колду... А колда в космосе будет прыгать по стиле. Да, они в космосе говно выпустили, да, все, вот насрать. Потом Тоха Логанов у себя хвалил колду, да, свидос говорит, вы ничего не понимаете. Вот, короче. Здесь Battlefield захейтили в этот раз, то есть все вообще игры про вот наши, вот эти вот супертрендовые игры про войны, короче, официально подскатились. Их уже никто не хочет. Вот. Давай дальше. Borderlands, я даже не хочу обсуждать, Call of Duty Black Ops 4, я сказал, но это продолжение, того, что было, кататься по земле, стрелять из новых винтовок, короче, неважно. Подожди, 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 почему Borderlands ты не обсуждаешь, если Ванька все время говорит, что это классно? Не знаю, мне просто неинтересно, я вообще не интересуюсь, мне даже нечего сказать. Это что, это мультиплеер или нет? Да, 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 но мне неинтересно про Borderlands, поэтому я, видишь, не могу даже ничего сказать, что там происходит, я даже не видел. Ну ладно, высрать меня. Да. Command & Conquer Rivals, это было смешно, потому что это мобильная игра, в которую минут 30 играли на сцене на первой конференции Electronic Arts, то есть чуваки ждут экшена, представляешь, первая конференция, которая есть на E3, все такие ня-ня-ня сидят. надо пойти, прям зайти жестко, да. А они второй или третьей игрой после Battlefield 5, которые все такие фууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу короче, жирных чуваках, каких-то непонятных. И пытаются друг друга, короче, побеждать. Но это вообще, это было, короче, очень страшное дерьмо, какое-то непонятно. В общем, One Conquer Rivals. Ну, типа, они просто говорят, у нас есть мобильный рынок, мы, короче, крутые. Дальше тут Cyberpunk 2077. Игра от CD Projekt'ов, которые сделали Ведьмака, которая была на присухе Microsoft. Показали очень красивый трейлер без геймплея. Причем трейлер, он отличался от скриншотов, помнишь, были скриншоты Cyberpunk'а? Короче, такие очень мрачные. И там в капюшонах мужики стояли, как будто это Геральт, только в Cyberpunk'е. Сам трейлер вот этого Cyberpunk 2077 супер такой, короче, супер, знаешь, как тебе сказать, он такой, короче, вылизанный, и он такой светлый, яркий, короче, насыщенный красками и не нуарный. Кривишок Инфинит, наверное. Да, да. Вроде такой стильный, но не нуарный, потому что, ну, там, в инфинитах в облаках все происходило. Да, да, он не тот киберпанк, который нуарный, да, он, короче, такой, он более, короче, вот какой-то светлый, я не знаю. Это немножко меня, немножко меня, как бы, ну, смутило, потому что странно, что нихрена себе вы делали, короче, скриншоты такого. Я вообще, я думал, сейчас будет, короче, написано Cyberpunk 2077, там еще, знаешь, они специально в конце конференции Microsoft все хакается, типа, у тебя экран хакается, до свидос, MP4, короче, трейлеры. Ну, пишут, короче. Это прикольно, прикольная тема, да. Вот. И начинается вот это вот хреновина, да. Ну, потом там много-много всяких новостей, что и, типа, вот, это будет first personal shooter, оказывается, а не третье лицо, как Ведьмак. И что там будет не как Геральт какой-то, знаешь, козырный персонаж. Харизматичный герой, а будет что-то... Да, а можно кастомно просто создавать либо женщину, либо мужика, и, ну, куча-куча. Да, я даже не буду говорить просто кучу всяких деталей, там, то, что там одежда влияет и так далее. В общем, огромная игра, которая непонятно, когда выйдет. Самое, что страшное, возможно, на следующем поколении консолей. Вот реально. Они, возможно, дождутся, что выйдет PlayStation 5 и на ней выпустят. Вот. А это, значит, 2020-е какие-нибудь года, потому что там еще, я так понимаю, ну, очень много работы, и там очень до хрена всего они хотят наворотить. Ну, посмотрим, посмотрим. Вот, да. Crackdown 3, по хрену. Death Stranding — это от Кодзимы игра от создателя, который сделал Metal Gear Solid, то, что он показывал на пресс-конференции Sony, и показывает уже, по-моему, третью пресс-конференцию. На первых двух или на первой. Короче, в общем, были красивые трейлеры с чуваком, который снимается в сериале Walking Dead, Нормана Ридус. В смысле, он там использует настоящих актеров для cinematic трейлеров. И, короче, тут он тоже кусок cinematic... Короче, у него там просто в игре был супер cinematic трейлер, такие красивые, с актерами, с большие бабки, короче. Вот. И там был кусок геймплея. Причем наш с тобой общий знакомый Ваня сказал, что гениальный трейлер от себя, скажу, говно. Не в смысле, что прям говно-говно, а в смысле, что там, короче, был показан кусочек геймплея, где просто главный персонаж ходит по горам, не стреляет ни в кого, ничего не делает, просто ходит. И ходит с немного кривой анимацией, как будто, знаешь, вот именно вот когда японцы, они немного по-другому делают все анимации, это видно. И, короче, вот там такая кривая анимация ходьбы какая-то непонятная, с мыльной графикой, потому что все еще на PlayStation 4, еще пастген, скажем так. Ну еще наш вот этот некстген, который сейчас идет. И, короче, в общем, странный, странный, абсолютно геймплей, непонятный. Понятно, что он там мог показать просто какое-то, я не знаю, что, ну, не стрельбу, ничего, а просто какой-то там. И он показал, короче... Он специально может так сделать, что все подумали, что говнище, а потом прям у всех... Все хвалят, все хвалят, короче, атмосферно сделано, красиво, базара нет. Вот, но, короче, непонятно. В общем, Death Stranding, все еще непонятно, что будет, и непонятно, еще непонятно, что за игра будет. То есть все еще все гадают. а этот, как его? Кит-то в этой летал два года назад или еще в какой-то другой? Кит летал в Metal Gear Solid. А, все, понял. Да, то есть, но после того, как из Konami он ушел, в смысле, Кодзиму выперли, типа его, или и сам он ушел, или там какое-то говно было, короче, скандал. Теперь он работает, ну, конкретно на свою студию Кодзима Продакшнс и конкретно под крылом Сони, то есть за бабло Сони полностью. Он, может, там трахнул жену или мужа какого-нибудь директора, поэтому... Возможно трахнул. Как только его выперли, как только его пер. Ужа, это смешно, что он трахнул. Devil May Cry 5. Ну, понятно, Devil May Cry 5. На самом деле, мне очень понравился трейлер. Это очень лихой такой, вот прям для Е3-шный трейлер. Вот так надо делать, не как Death Stranding, а как Devil May Cry 5. Абсолютно, короче, такой рок-н-ролльный трейлер, короче, под какой-то крутой музон, я даже уже сейчас не вспомню. Чувак из Devil May Cry абсолютно крутой какой-то хрен, с какой-то там тянкой, короче, едет, на чем-то там всех убивает. В общем, полное аниме происходит, короче, прикольно. Devil May Cry 5, вот прям как надо, короче, А это все тот же герой, который был в третьем? Там был герой Дант, там был герой вот этот Дант с длинными, с длинными. Я так понимаю, что это не он, потому что в конце появляется он, как старик. Это, видимо, какой-то там его, ну не знаю, сын, внук, дочь его, я не знаю. Насрать, я понял. Да, насрать. Devil May Cry 5. Division 2, это Ubisoft, это, наверное, единственное, что Ubisoft нормальное. А нет, там еще было одно говно, но это мы дальше скажем. Короче, Division 2, в общем, полное сегодня E3, походу. Короче, Division 2, это просто мультиплеерная хрень про то, что, короче, постапокалипсис наступил, вирус, все заразили вирусом, короче, ты бегаешь после вируса до этого в первой части по Нью-Йорку, а сейчас, по-моему, по Детройту. Все. Больше не надо ничего говорить, я думаю, Division 2, один из главных тайтлов, короче, у Ubisoft. Сейчас. Будет. Doom Eternal, продолжение Doom хорошего, который был прошлый, это просто продолжение, которое даже не надо обсуждать, Bethesda просто показали кусочек того, что вот у нас есть Doom Eternal, будет продолжение Doom, все классно. Стоп, а Bethesda теперь Doom занимается? Да, Doom это Bethesda, да. Басраться. Подожди, а предыдущий был сингл или мульти? Или и то, и другое? Там есть мультик, в который никто не играет. А, наоборот, а здесь сингл в серии, все понял. Да, да, сингл основа, да, да. Doom хороший, не, он нормальный. Dying Light 2, это хрень про паркур и зомби, короче, бегаешь по крышам и убиваешь зомби, короче, ну, просто продолжение этой серии. Кому нравилось, я думаю, будет, как бы, опять же, супер рад. Подожди, а вульфики, вульфики, это какая компания? Вульфики, это Bethesda, и они будут в конце, по-моему, там, да. Все, ага. Да. Fallout 7.6, Fallout 7.6, как бы, выходит Тодд Говард, опять же, причем он, это просто, вот, короче, Тодд Говард, это, вот, и сейчас, как бы, без шуток. То есть, все, конечно, говорят, что он черт, и так далее, и так далее, и просто впихивает, и зарабатывает бабло, но он, короче, как Стив Джобс, у него, короче, такая харизма, я просто хрен, вот, именно сам себе Тодд Говард, короче, он выходит, и это просто досвидос, короче, он так говорит, я не знаю, он так себя преподносит, этот чувак, он еще, короче, наверное, ниже меня на две головы, супернизкий чувак, и он так просто, ну, это, короче, вот так надо учиться, просто преподносить себя, я не знаю, на конференции, это досвидос, вот, и он максимально впихивает Fallout 7.6, но это, короче, продолжение, это, я так понимаю, аппендикс от Fallout A4, то, что они не успели прикрутить, это будет, короче, видимо, с сюжетом, но ориентированно на то, что ты будешь вырываться, или к тебе будут вырываться в твой мир, короче, другие чуваки, и вы будете вместе либо строить, либо проходить квесты, либо строить и проходить квесты, либо будете просто сражаться, либо будете сражаться против других чуваков, будете строить города, короче, вот такая штука, Вот и будет То есть это типа онлайн Я просто читаю, что чувак еще пишет Параллельно, как ты говоришь И типа это будет еще кооператив какой-то Да, это такой кооператив вместе Но ты будешь проходить ПВЕ чуть-чуть В общем, как Вовка По сути, такая уже Более вовковская такая тема Но фуллаут 4 Я просто представляю, что Это не то, чего бы я ждал от фуллаута Особенно после фуллаута 4 Это вообще тупое говно, тупого говна, на мой взгляд Ну ладно, это как бы и так все знают Да, но вряд ли бы Они сделали сейчас фуллаут 7.6 Хотя могли бы, на самом деле, сделать фуллаут 7.6 Именно суперсингловой игрой Ну киберпанк же они собираются сделать суперсингловую игру И как-то вот не бояться Ну это другая школа, да Но здесь пацаны, да, другим немножко заняты FIFA 2019 Нет смысла, я думаю, обсуждать Forza Horizon 4, очень популярная гонка От Microsoft, которая Классно выглядит, нет смысла Gear Tactics, Gears of War 5 Это все про вселенную Gears Про накачанных мужиков Ghost of Tsushima Можно чуть-чуть сказать Это классный Классный PlayStation эксклюзив Который про Японцев Про японскую культуру Очень всех поразил Там очень детализировано все классно сделано А так, по сути, тупое говно Тупого говна На самом деле, просто мясо Просто, короче Это как Devil May Cry, только не аниме, а про самураев Скорее Я хочу сказать, знаешь, скорее Ну я хочу Ну не Reason, конечно Но Ну в общем такая полу-РПГ Полу-экшен Экшен-РПГ, короче Про Понял Хейло Нет смысла обсуждать И никто ему, я думаю, не интересуется Кроме Xbox-чуваков Just Cause 4 Нет смысла обсуждать Опять же Показали трейлеры практически на каждой конференции Показали Just Cause 4 трейлер Это просто Не знаю Saints Row подобная хреновина Как GTA Только пооружать, короче Про чувака Just Cause 1 вышел Я еще в школе учился И там это был просто шутер То есть там это просто стрельба Причем там добавили тогда только физику Это GTA Это GTA-шка, короче Это GTA-шка Про одного чувака сюжет Но он там может крюками Я думал, там не глубокий сюжет Там не глубокий Он тупорылый, в смысле Он тупорылый А что тогда GTA-шного? GTA-шного Там то, что, короче У тебя есть все виды транспорта Под тобой У тебя есть все виды пушек под тобой, короче И открытый мир Все И ты балдешь Уже в первых двух, по-моему, не открытый мир был Там было линейное дерьмо Как Gears of War первые два Ну вот, да Я могу просто и путать Ну ладно Не, здесь как бы Здесь полностью Вот как GTA-шки, да Kingdom Hearts 3 Нет смысла обсуждать Madden and Fale Это не нам Это когда мы в Америку переедем с тобой Будем обсуждать Madden and Fale Обязательно Да Marvel Spider-Man Типа это эксклюзив на PlayStation Который про Spider-Mana Короче, это тот же самый Кто играл в Batman То же самый Batman, только Spider-Man Просто в обличии Spider-Man А те же разработчики? Нет, разработчики не Rocksteady Rocksteady разработчики Бэтмена Это другие Но они полностью почему-то повторяют механику Я не знаю, как они это делают Видимо, просто вдохновлялись Понятно Пусть будет Вот Metro Exodus Это, собственно, продолжение того самого Metro Очень круто выглядит До свидос Супер графика Но выглядит Я так понимаю Выйдет не скоро И Там ты уже выходишь из Metro Я не знаю, это по романам Или не по романам Вот кто читал Я хотелось бы, опять же, узнать Кто читал Непонятно Это продолжение того Самого Но это, опять же, Artyom Было очень смешно Когда показывали трейлер Там все говорят Artyom, cover me I reloaded Полностью максимально на английском Но, типа, закашивают реально Под русское Вот Ну, короче Metro Продолжение Metro Хрен знает, когда выйдет Опять же, непонятно NBA Life Опять же, когда переедем Поговорим Ori нас не интересует Resident Evil 2 Это переиздание ремейка Резика Просто ремейк Вот реально Переделали игру заново Для фанатов Sekiro Shadow Die Twice Это просто, опять же Еще одна игра про самураев Но уже Dark Souls полностью Ну, типа, говорят, что не Dark Souls Но вообще Dark Souls полностью Потому что разработчики Dark Souls From Software Понял Да, да Shadow of the Tomb Raider Понятно Игра про Лару Крофт очередная Причем, я так понимаю Никто не удивился Просто Продолжение Tales of Vesper Даже не помню, что это такое The Awesome Adventures of Captain Spirit Это Игра про Маленького мальчика Который мечтает Про наше детство Короче, которое не Случилось У него есть свой Три Хаус личный В смысле, не На котором вебу учиться А реальный Домик, короче На дереве Про взаимоотношения Про дростков И так далее Elder Scrolls 6 Это Реально Тизер На одну секунду Который показали Беседка Опять же Они показали Это последним Вообще роликом У себя На пресс-конференции Показали Одну секунду Ландшафта Какого-то Непонятного Чего И сказали Что мы делаем Elder Scrolls 6 Я так понимаю Они вообще Еще ничего не сделали Кроме вот этого трейлера И возможно Да Там, я думаю Какие-нибудь фанаты Сейчас скажут Что это горы Там Риэля Или там Говниэля Они там узнали По хребту Ну там, скорее всего Горы Там Риэля Базара нет Нет, да-да-да Скорее всего Там какое-то знаковое дерьмо Вряд ли они просто показали То, что тот Говард Высрал просто Я не знаю На бумажку Вот Ну, скорее всего Да, короче В общем Elder Scrolls 6 Подожди А то, что Ванек сказал Что какое-то дерьмо В той же вселенной Теперь Что и The Elder Scrolls И Fallout Starships Или как там он назвал Да, Starships Я, кстати, не знаю Он здесь его Какой-то там Starfield Что ли Starfield Starfield здесь у него есть, да Вот, все Ну, короче Это Я просто сразу скажу Что это просто хрень Где Тоже от беседки Хрень Которую они Одну секунду показали Как там Какой-то Самолет пролетает Ракета Вокруг планеты Короче Просто Что, они реально Пытаются Такие несовместимые Штуки в одну вселенную Объединить Или это Кто-то на Reddit Уборолся А Ванька нам это скинул Нет Они, скорее всего Пытаются Это как Ну, как тебе сказать Как у этого У кого Кинга Или у кого там Тоже все в одной вселенной Оно Хрено Но они не встречаются По сути никогда То есть Да, это в одной вселенной Но у тебя не будут Короче Вместе Никогда Тебя это сильно не омрачнит Они это сделали Для своего удобства Для консистенции Видимо Чтобы в одну папку Все скинуть Весь лор Да, да У них все на гитлабе Теперь Да, да Ладно Last of Us Давай Да, Last of Us 2 Ну, Last of Us 2 Понятно Продолжение Сейчас, секундочку Я быстро Давай Я пока скажу Что супертрейлер Last of Us 2 Где две девочки Целуются Его даже на Диснеевском Какой-то Disney XD Или как-то так Называется канал Ну да На нем Показали этот Трейлер И стопнули В тот момент Где они начали целоваться Практически вилку Выдернули из розетки Потому что не знали Как иначе это прекратить Потому что они Заранее не знали Что там такое будет И деткам такое нельзя Ну это специально Это полностью Абсолютно специально Наивный трейлер Сделанный специально Чтобы показать Что главный персонаж Будет именно Убивать и переживать Короче Из-за того персонажа Которого она целует Собственно в трейлере Это специально сделано Короче Это не то что Показать нам Нарочито Поцелуй двух девочек Чтобы мы такие Ни хрена себе Ну не девочек Они 18 плюс Они как бы Совершеннолетний Они могут целаться Для меня Они уже девочки Мне уже много лет Ну короче Суть в том Что нам это Нарочито показывает Что есть любовь Между персонажами Химия И видимо Убивают одного из персонажей И второй персонаж Будет там мстить И так далее Просто чтобы показать ветку Мстите Мстите Да Прэй Мун Краш Короче Продолжение Прэя Чуть-чуть Будет реально Короче Чуть-чуть сюжетки дадут Но не в сюжетке Дело Там больше опять же Короче там Рогалик сделают Небольшой в Прэе Внутри Прэя Чтобы те люди Ну в смысле Ты будешь постоянно Генерируем И у тебя будут Это я не люблю Я понял Да Да Это просто сделали Чувакам Которым типа Понравилось Играть в Прэй Это даже Они типа Грязь что-то Двум-десятерым людям Да Потому что Прэй Супер-душнянская игра Я напоминаю И ты играешь Не очень старайтесь Сюжет Подожди А кто разработчик Обсидиан Или просто Это Кто Крис Эрлон Или Джош Суэр Нет Это все они Все Обсидиан Как бы Это они Но это просто Их допинали Беседка Чисто давайте Короче чуть-чуть Доделаем И все Подожди А Обсидиан Вы выперли Авелона Или нет Они выперли Авелона И Авелон Вышел на Какой-то одной Смешной игре Короче И он теперь Короче делает Какую-то одну игру Он теперь в Майкрософтах Вышел Короче Просто он по-моему Ушел в Инкси Интертеймент Которую Брайан Фарго Компания Которую Вейстлан Второй сделали Потому что они Опять же кореша По первому фуллауту Еще А он короче То ли Рэйш 2 Не-не-не Я вот дальше смотрю Короче Что-то он делает Типа Старфилда Или что-то такое Короче Он делает какую-то Еще игру Блин Я теперь короче Не могу Мне нужно загуглить Он короче Реально пошел Я вот новости Просто открою А Дайн Лайт 2 Который я так быстро Пробежал Про зомбей Он короче Пообещал Что в Дайн Лайт Мы сделаем Короче Как я люблю С диалогами С говном Он просто пришел На полном серьезе Он же жирный До свидос Вышел короче Это на конференции Майкрософт было Вышел и сказал Типа Чуваки Короче Дайн Лайт Делаю теперь я И теперь буду Короче Сделаю так Как я люблю Вот так Вот прям Вот не шучу Вот так сказал И сказал Теперь в игре Про зомби Будут диалоги Там говно И сопереживать Персонажем будете Просто смотри Он был Additional Narrative Дизайнером В Divinity 2 Divinity Original Sin 2 Оказывается Да То есть он написал Все это дерьмо То есть представляешь Я не знаю как они это хотят Первый Дайн Лайт Это просто тупой Паркур с зомбями Реально Ну там был какой-то сюжет Но это было смешно А сейчас я не представляю Что они там наворотят Короче Вот Окей Окей Прей понятно Rage 2 Это просто продолжение Первого не очень продавшегося Я так понимаю Rage Это на движке Квайки Сделана хрень Про постапокалипсис Про панков И так далее Нет смысла Обсуждать Sea of Solitude По-моему Что-то про Подростка Монстра Который видимо Призван раскрывать Какие-то крайне важные Несущественные проблемы По хрену Skull and Bounce Сразу же Skull and Bounce Игра Очередная игра От Ubisoft Которая Они любят Взять какую-нибудь эпоху И сделать про нее Такой знаешь Мультиплеер Такой короче Дуэльный мультиплеер Я не знаю В котором все махаются Друг против друга Именно махаются И вот Skull and Bounce Это игра про пиратов Где нужно будет плавать На кораблях И стрелять друг в друга Из пушек Понятно Откуда у них денег Столько просто всего делать Пробовать Еще и ничего не продается Еще и ничего не Да Вот у них For Honor Выходило Про Я помню Да-да-да И вот Skull and Bounce Это как бы Как For Honor Только про корабли Ладно Неважно Jedi Fallen Order Star Wars Это какой-то Вообще Какое-то говно Я даже не понял Что это И кто это Electronic Arts Видимо Я не помню Что это такое А Star Wars Jedi Fallen Order Это по-моему Battlefront Что ли Короче Какая-то хрень Starfield Ну это то Что я уже сказал Unravel 2 Это просто инди Ну полуинди Такая хрень Про намотанных Таких короче Чувачков Которые созданы Из пряжи И бегают Короче Зацепляются За хрень We're happy few Кал вообще Даже не хочу говорить Wolfenstein Youngblood Это вообще Очень странная вещь Wolfenstein Youngblood Это просто Короче Чуть ли не Чуть ли не Battle Royale Но не Battle Royale Конечно Это какой-то Копчик Где играешь За Этих Дочек Блажковица Двух девочек Которые типа Близняшки Блажковица И ты просто Ну короче Это какой-то Я не знаю Это какой-то Просто прикол Это не продолжение Wolfenstein То есть здесь не надо Говорить То есть беседка По факту не показывает Что Doom Что Wolfenstein Что Prey Короче Это просто Какие-то Мини продолжения Своих старых Короче Франшиз Понятно У них не тик А ток Сейчас Да-да-да Ну ток у них будет Тик у них будет На Тессе Видимо Шестом Шестом Да-да-да Тикнет вообще нормально Вот Да-да-да Короче Остальное все Ну и все Ну и Настерфилде Возможно Да-да-да Как бы это Типа Что-то крутое Ну вот Он кстати написал Что он Нинтендо Не задел Расскажи тогда Своими словами Что у Нинтендо Было классно У Нинтендо Короче я Ну там была Супернаркомания Там была игра В которой участвуют Вчера это было Или когда-то Недавно Самый последний момент Да Это последний момент Да Во вторник она была Во вторник Во вторник Да короче Там просто была Куча японских игр Куча японщины Короче Показали Смэш-брос игру Это не про Марио Это просто Огромный какой-то Баттл-рояль Который придумали Оказывается Баттл-рояль придумали Нинтендо Еще в 90-х Короче То что они выпускают Короче это огромная франшиза В общем они как обычно По франшизам идут Подожди А что-нибудь известное Марио, Покемон, Зельда, Донки Конг Покемоны Были Донки Конг Донки Конг Они недавно выпустили Покемоны они какие-то Хотят зарелизить Я к сожалению Не вник Да и насрать Там уже 100 тысяч Новых поколений Это все неинтересно Это просто Я спросил Потому что на слуху Ну вот да В основном там Вот такая японщина Короче Я не фанат К сожалению Я бы не мог сказать Что там за хрень Вот Я честно надеялся Что они на iOS Вот этот Марио Ран Который Что он будет Престойный М Да На Марио Ран Поэтому я тоже В Нинтендо Подразочернул Единственное Последнее что скажу Это вот именно Конкретно Я не знаю Заделает это Кого-то или нет Но Это прям Скандал Скандалыч Именно короче В общем Есть такая игра Fortnite Супер популярная Сейчас Ну конечно Болтарояль От Epic Games Короче Суть в том Что Чуваки На конференции Нинтендо Выходят Говорят Короче А теперь Fortnite Available now На Switch Все такие Нихрена себе И тут Происходит Очень страшное Дерьмо При том Что на E3 Больше всего Показали Microsoft Конкретно Ну И в том числе Из-за Киберпанка Но вообще Microsoft Больше всего Считается Негласно Что Microsoft Ну типа победила На E3 На этом И это очень странно Потому что Ну типа Xbox Охренеть А типа Sony Как бы PlayState Со своим PlayStation Немножко Просрались Ну там конечно Эксклюзивы И все такое Это понятно Но Типа Microsoft Негласно Победила Условно Ну может быть Пусть поспорят В комментариях Опять же Кто дослушал До этого момента Короче И тут происходит Вообще Странное дерьмо Fortnite На Switch И только Sony Прогресс С PlayStation С Sony Не подсасывается На Switch А учитывая То что Switch Это Как бы Твой второй девайс Ты играешь На каком-то одном Это редко Это твоя основная Консоль Если только Ты не ребенок Какой-нибудь Или не Супер Nintendo Бой Да И пацаны Короче Sony Супер взбунтовались Потому что Они напокупали Скинов Условно говоря И чуваки С Xbox Напокупали Скинов И они спокойно Могут играть Fortnite На Switch И у них Подсосутся Все там Скины Прогрессы И так далее А Sony Ничего Они полностью Изолированы Причем С PC Подсосется На Switch Ну вот Короче Это просто Японцы Друг друга Троллят Они там Что-то Просрались И непонятно Будет ли Опять же Поддержка Sony То есть Когда ты Заходишь Со Switch Тебе говорят Зайди под аккаунтом Заходишь Под Sony Аккаунтом А Sony аккаунт Создайте новый К сожалению С Sony Мы типа Не работаем Ну это нормально Такой японский Троллинг Внутри Короче До свидос В общем Вот такой До свидос Я такой Сейчас спрошу Дилетантский вопрос Умышленно Я как бы Пол узнаю Ответ А Sega Вообще В какой момент Пропали с Олимпа Так сказать Вот этого Японского Игростроя Это Первый вопрос Слушай Ну Sega Делают какие-то Игры сейчас Они же сейчас Разработчики Игр Как бы Ну то есть Они Не консольные Они игры Делают сейчас Ну там Мультиплатформенное Дерьмо какое-то Делают Просто Ну я вот Не могу тебе сказать Вот у них Соники Всякие Сейчас Июнь С 2004 А ну там Какой-то Дата вообще Основания 60-й год Мать твою Я сейчас Короче Открыл новости По Сеге Конкретно В гугле И там Сега выпустит Тостер В честь Легендарного Персонажа Соник Понятно Они Соника Там насилуют Как могут Видимо Ну да Вообще Что-то у них Какие-то они Купили компанию Разработчика Relic Entertainment 2013 У них вот Недавно Вышла игра Классная игра Якудза называется Якудза 3 Якудза 0 Короче вышла Вот это от Сега Это считается Популярная игра Опять же Про ипошек И про нинси Там что-то у них С жабой И с гадюкой Связано Судя по всему В Сони Потому что Ой господи В Сони В Сеге Ничего Видимо Какого-то Интересного Я вижу Якудза Да Но она просто По алфавиту У них Самая последняя Ладно Напишите в комментариях Что мы не знаем Про Сегу А подожди А Konami После того Как ушел Кодзима Она что Потеряла Она обезглавлена Или похрен Нет Они делают Да им похрен Они к остальванию Делают просто И все Да Они крупная корпорация Ты что Там все уже Почему их не было Тогда на Е3 Если это крупная корпорация Не Ну они крупные Но они просто Разработчики игр Типа Они Ну то есть Они по-моему Издатели За них по идее Их должны были Как бы Их игры Должен был бы Кто-то показывать Но как-то не случилось Да Да То есть Они должны были быть Ну у них А я кстати забыл сказать И чувак не написал Кстати говоря Вот я Я понял что чувак не написал Есть игра такая Beyond Good and Evil Наверное ты слышал Конечно Вот Это супер старая игра Про там девочку Репортера По-моему Которая со свиньей Бегает И еще с какой-то хренью Неважно Это супер популярная игра На которой дрочат все задроты Игра от Ubisoft Она там не Питер Муллинье Я не помню Вот это я не Он не имел Или к ней Возможно Потому что это все французы И они там все Переотсамались Переотсамались Да И на Ubisoft В Ubisoft Это была одна из лучших Трейлеров от Ubisoft Между прочим Они показали Что они делают Ну они уже на прошлой конференции Показывали Но теперь они Сказали что Beyond Good and Evil 2 Выйдет И там реально Классный трейлер Короче И в общем не знаю Короче Здесь чувак По это забыл полностью Так В Монпелье Находится Например Питер Муллинье По-моему Он каким-то образом Имел к этому отношение Я сейчас Может быть что-то путаю Насрать У него был этот Про Бога Как там называлось Да Да Как год Что-то там Ну опять же Насрать В общем Ну вот Как-то Кстати Пользуясь случаем Вот раньше Когда я еще Супер следил За Е3шками За всеми Да Я читал Вот Игроманию И смотрел А сейчас вообще Российский игрожур Существует как факт Или нет Или вот ДТФ Только есть И все Ну ДТФ Ну Канобу Там я не знаю А Канобу Они вообще Это Насколько Маргинальная Компания То есть Они реально Их представители То есть Игромания Это прямо Вот они ездили туда Их кто-то знал Там Они там Что-то делали Там А Канобу Они просто Как мы Может быть Сидят Там Пишут новости Но по факту Являются Underground Проектом Ну вообще На самом деле Я без прикольщиков Всех Кого пригласили На пресс-конференции Кого я знаю Ну блин Я вижу К сожалению Не знаю Да нет Там на самом деле С ДТФ Тоже приглашали Чуваков Возможно И с Канобу Там одного чувака Я просто знаю Что пригласил Вилсаком Точно был Ну это я тоже знаю От России Тоха Логвинов был Чувак Который Продюсирует Этот Парфенон И Вилсаком Медиа Ну соответственно Подожди А Мэйл Рушичи Были какие-нибудь Да хрен его А ты имеешь в виду Комбо Брейкеричи Ну да Вот они Блин Я не знаю На Комбо Брейкере Ничего не было написано Я не знаю Кузьменыч был или нет Опять же Но слушай Вот на предпоследнем Е3 То есть их приглашают Это точно Не знаю В 2018 Но вот на предпоследнем В 2017 Прям Тоха Логвинов Делал с Кузьменычем Ролики Да я помню Кузьменыч Толстый Еще какой-то был Такой прям Как-то он сдал Ну возможно Вот он из-за того Что он сдал Короче Вот Ну и короче Нет Наши русские там Подожди А эти всякие Макаренков Он же тоже куда-то ушел Он же тоже где-то мелькал Я его видел Там где-то Месяца два назад Он где-то стоял Там их 10 человек Они там сфоткались Как-то эпично Что они там тоже Что-то делают Какой-то игрожур Ну я не знаю Я вот видишь Не знаю где они сейчас работают Может они в Канобу и работают Ну-ка Алексей Макаренков Сейчас быстро Посмотрим И сейчас уже Старпом же вводить И после этого Уже Перейдем к следующей теме Так Сейчас посмотрим Вот он Да Я на Е3 Алексей Макаренков Разбирает Я Аплей Форгейм Какой-то канал На ютубе На котором он То есть он сейчас Просто тупо ютубер Да Подожди Я сейчас посмотрю В 2015 он ушел из Игромании Если уже говорить Про Те события Которые давно минули А для меня Они еще как будто бы Вот только сейчас Произошли Сейчас я быстро посмотрю Что за Как это На Форгейм Electronic Arts Игра Anthem Ну слушай За 16 минут Он как-то очень быстро Разбирает И да Он паблик Вконтакте Форгейм И все То есть видимо Он просто Как Тоха Логинов Решил стать Самозанятым Так сказать Этим Ну вот Да Короче Ну у них 107 тысяч подписчиков Я не знаю Сколько у Комбо Брейкера Ну 100 там С чем-то Ну Алексей Макаренков Руководитель проекта Ну-ка Сейчас попробую На Комбо Брейкер Посмотреть У меня-то на него Подписан В отличие от Форгеймера Там 415 тысяч То есть там Все-таки Помассивней проект Вот И там Александр Кузьменко Начальник И он уже Не такой толстый Он уже Обратно худой Поэтому Ладно Насрать Не будем Вникать в них Короче говоря Интересно Интересно Это все Вот Но Да Да А в Destiny 2 То играют Или уже Всем насрать Ну я так понимаю Там уже Мало народу Сейчас Просто они там Немножко опять же Просрались Destiny 2 Они там и мало контента Завезли И всего-всего Но Год назад Прям вот бомбило Прям Да-да Сейчас Сейчас прям Немножко слабовато Но они выпустили Новый трейлер Там будет дополнение Какое-то Именно сюжетное Там же Пве Я напоминаю Я помню Да-да И там убили Одного из ключевых персонажей Как я понимаю И вот они там В общем Короче Будет что-то Последний микро вопрос А СВ Тор Еще существует Как факт вообще Боявары были на этой конференции Или у них свое Так Боявары 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 Это Electronic Arts Я напоминаю И Боявары Сейчас делают Anthem Который я первым сказал А все Понял Так что они драли уже СВ Тор Я так чувствую Но СВ Тор живет Он как бы написано Что он все еще идет Версия 5.2.1 Какая-то Что-то там Последнее дополнение Knights of the Eternal Throne Вышло в 2016 году По идее Сейчас должно новое выходить Если В 2016 году Ё-моё Ну Скорее всего Там что-то уже отмирающее Ну я тоже вижу Вот когда был Shadow of Revan Я еще что-то слышал В 2014 году Потому что Ну как бы Про Revan Как в первом Которе А потом дальше Уже в ССУху пошла Судя по всему И Я просто По идее Сейчас Дисней Должен там Что-то лапу накладывать И говорить Чтобы там уже Рыжие чуваки Из первого ордера были Но Я не знаю Насколько Дисней К этой франшизе Имеет хоть какое-то отношение Как они с электрониками Вообще будут договариваться И так далее Ну ладно Это я просто Вот Все что знаю Все спрашиваю Пошли дальше Да Да Погнали FBI нам Предложил еще К прошлому подкасту Тема Возвращаемся в веб-дизайн Максимально Да Про объект CSS Declaration Здесь Людмила Мжанчих Мжанчик Я Ну Она Я Пусти на меня Прости Ты имеешь Что-то ты не разговариваешь По-польски Да Ты еще не поиграл В киберпанк Хотя она в Mail.ru Работает Поэтому по идее Она должна быть Так сказать Мжанчих Ну как это Мжаних Не знаю Мжаних Короче говоря Да прости ты на меня 50 хлопочков Я ей поставил Новость прикольная Не новость А темка Она на самом деле Очень маленькая Но прикольная Есть такой объект CSS Style Declaration Это объект в джаваскрипте Который на самом деле Хранит в себе Набор CSS правил К селектору какому-то То есть когда мы Обращаемся к нему В джаваскрипте Типа Element.style.opacity По факту Мы имеем дело Как раз с объектом CSS Style Declaration Даже если мы его так И не называем То есть это Такой объект Который Если мы вот в прототипе Где-нибудь посмотрим Он там примерно так называется А вот так-то Мы бы даже и не заметили Здесь она нам говорит о том Что любой язык состоит Из синтаксиса и лексики Синтаксис это правило Как строятся лексики Это непосредственно Сами словарь Так сказать Всех выражений И так далее Язык CSS Не исключение Как вообще парсится CSS Джаваскриптом Или кем-то еще Нетрудно догадаться Что к CSS Джаваскрипт Не имеет никакого отношения Для него это просто текст Как парсится текст Тупо регулярками Это на самом деле Я вот узнал У меня был шок Практически Сенсация Что весь CSS Парсится регулярками Это как-то даже грустно Но это факт То есть как бы Просто берется текст CSS И когда браузер его парсит Он каждый кусок Подгоняет под регулярку Ага Селектор Значит дальше внутри смотрим Какие есть свойства Ага Свойства margin Проверяем Дальше что у него Пиксели, проценты Сначала проверяет регулярку процентов Проценты Не, не проценты Значит пиксель Пиксель Значит пиксель Все окей То есть вот Настолько на самом деле Бредово Так сказать Это делается Но это как бы Факт просто И в тот момент Когда это распарсивается Строится Иерархическое дерево Вот есть у нас CSS style sheet Это корень Из которого исходят ветви Каждое CSS правило Это отдельное Так сказать Ветвь То есть если Мы берем CSS style sheet Состоящий из двух правил Первое правило Это всем параграфом И дивом Мы делаем Margin top 3 пикселя Всем контейнером Класса error Всем элементом Класса error Мы делаем Color red Вот это два CSS правила Соответственно Первое Про pd Второе про error Правило делится На два На две части Первый селектор Второе Само выражение Декларация Declaration И соответственно В селекторе В первом случае Это pad В declaration Это margin top 3 пикселя Все Внутри Декларейшена Есть тоже два Селекторов Может быть сколько угодно Через запятую Мы написали А declaration Он всегда строго Из двух Состоит Элементов Ключ Значения То есть Property Свойство Value Само значение Которое мы Этому свойству Присваиваем То есть Color blue Text align center Margin top 3 пикселя Это первое Соответственно Перед двоеточием Это свойство Второе Это значение Так вот CSS declaration block Это совокупность Всех свойств Значения У данного элемента То есть Если бы мы написали Не только Margin top 3 пикселя А еще и Color blue Ну вот здесь Пример с h1 Понятный Color blue И text align center Вот это все CSS declaration Все что в кудрявых Скобках записано Так вот Взаимодействие С этими блоками Как раз И осуществляется С помощью объекта CSS style declaration Он содержит Просто CSS declaration block И методы Взаимодействия С ним То есть Если мы его Будем пытаться В джаваскрипте Возвращать То вот мы делаем Что элемент Это документ Get element By tag name Div 0 Первый элемент Берем И styles Это window Get computed style От элемента Все Вот этот вот Styles Который мы сейчас Присвоили Через window Get computed style Это и будет CSS declaration CSS style declaration Структура будет выглядеть Вот так То есть Это объект У которого ключ Это почти всегда Имя CSS свойства Будь то Margin right Opacity Или color Если это Margin right Например То есть Когда мы Это пишем В CSS Он через черточку Записывается А в CSS style declaration Он через camel case Записан То есть Margin С большой буквы Right И все Из этих строк На самом деле Имеют значение Точнее Все из этих ключей Простите Имеют значениями Строки То есть Для него Что 0 пикселей Это строка Что 0.5 Это строка Что red Это строка Причем Это не просто строка А объект DOM string Как раз тот Который будет парситься Через регулярки То есть Не просто string А DOM string DOM string Естественно Прототипом является Обычный string Поэтому Если делаем Element .stail.opacity Равно 0.3 Мы присваиваем число Но по факту Если мы возвращаем Element style.opacity То типом Будет string Иными словами Самая главная Проблема Это то Что В этом объекте Хоть бы Хоть это и объект По идее Джаваскриптовый И по идее У разных свойств Значения Могли бы храниться С разными типами данных Потому что Ну это логично Где-то это Действительно число Стопудово Где-то это строка А где-то это Еще какой-нибудь Там вложенный объект Нет Это все хранится В типе DOM string И поэтому Это парсится Достаточно долго И да Есть несколько Методов У CSS style declaration Первый Get property Priority Он возвращает В булевое значение Флага IMPOTENT Если есть IMPOTENT Будет true Если нет То false Get property Value Соответственно Значение свойства Будет возвращать Item Это имя Возвращает Само там Опасити Например С remove property Удаляет И set property Либо меняет Либо новое Устанавливает То есть если мы Set property Делаем существующее Он просто Меняет его значение А если Ну нового То он его создает Таким образом CSS style declaration Это объект Содержащий коллекцию Парси С свойств Вид и ключ Значения Причем все значения Представлены В виде строк DOM string Вот бы знать Вот для меня Действительно Интересна Была эта статья Поэтому это 50 заслуженных Хлопочков Потому что Вот представь себе Все в строках Хранится То есть Вроде бы Уже у нас Супер умный JavaScript Там много Типов данных ECMAScript 6 А CSS Все еще Парсится Регулярками И вся хранится В строках Потому что Вот так Ну на самом деле Здесь можно Сказать оговорочку Что В современных Браузерах Появился Аналог Объекта CSS style declaration Style property Map Но про него Отдельная Уже есть Статья У Людмилы И ее Мы конечно Читать в этот раз Не будем Если вам Интересно Это Предложите Ее новую Статью К нам в темке И тогда Она попадет В следующий Подкаст Я ее прочитал Начал читать Где-то Процентов 80 Прочитал И наблевал Потому что Она не такая Интересная И я просто Подумал Что нет Вот если вы захотите Чтобы мы ее Тоже разобрали То тогда С удовольствием Тем более Что я действительно Почти уже прочитал Но просто так Ее вставлять В этот же подкаст Я не захотел Поэтому Ждем Ждем Ваших комментариев И я твоих Никита Комментариев Тоже жму Жду Жму Ну в принципе Да Но я тут По матеш Согласен Потому что тут Как бы строки Откруть Конечно Вот Неожиданно Работает в Mail.ru Между прочим У нее можно По идее спросить Кузьменко Почему вообще Не это Как вообще Он сам Он толстый Не толстый У нее можно спросить Это точно Она скажет Да Что-то он сдал А потом сейчас Нормальная Сейчас похудел Да Ладно Далее Альберт Акмухаметов Отставляет Нам На Ювбизайн.ру Как и вы Можете оставить Свою тему И он Оставляет Тему Про Рынок IT В России По чесноку Здесь Знаешь Такой Очень Как сказать Ну не то чтобы Токсичный Пост Но он Такой Полный Ненависти Пост Это же Где-то То ли Не на лурке А где-то Короче Пишут Полный Ненависти Пост Короче Есть Такой Этот Ну и вот Здесь Действительно Чувак Пишет Что Короче Чувак Пишет И у него Пукан Горит Вот так Я бы сказал Про Рынок IT В России По честному Я буду Зачитывать Некоторые Кусочки Потому что Здесь без Зачитывания Кусочков Непонятен Во-первых Настрой Чувака Во-вторых Идею Чувака Идейку Во-первых Дисклеймер К этому Ко всему Первое Ну Без ссылок Без имен Никого не оскорбляет Стопудовые Приводить Потому что К любому тезису Можно Найти Против лома Нет приема К любому тезису Можно найти Наоборот Опровержение Поэтому Цель Просто Свою точку зрения Дисклеймер Два В статье Приводится Собирательный образ То есть Не факт Что у тебя Стопудово В компании Именно так В твоей компании В которой ты работаешь Типа Айтишником Не факт Что у тебя Все стопудово Так повторится И так все Плохо Типа Это как бы Собирательный образ Ну и вот Говорит Начну с HR Агентств И кадровых С HR И кадровых Агентств Говорит Вообще Когда типа Заманивают Айтишника Вот изначально Делают Сразу Неправильное Представление Вообще В принципе Во-первых Зарплату Завышают Всегда Среднюю зарплату Типа Берут знаешь По больнице Опять же Как обычно То есть типа Ну есть чувак Который Супер Сервачник Получает Сто тысяч Долларов США У тебя В компании Ну нет Такого Но окей Типа Сто двадцать Тысяч Он получает Условно И есть чувак Который Не знаю Верстает Сайты Он получает Сорок И вот Типа Приходите На зарплату Словно Там Восемьдесят Тысяч Типа Наша Средняя Зарплата В компании Восемьдесят Ты думаешь Верстальщик Пойду Сейчас за Восемьдесят А ты будешь Сорок Получать На самом Деле Вот То есть Вот такие Всякие Уловки Которые Используют HR Это уже Как бы Не очень Красиво Когда ты Идешь В компанию Тебе же Дают Джобофер Тебе говорят Какая Цифра Будет Ну да Да Но имеется ввиду Когда тебя Уже сманивают Схантивают Плюс Короче Ты уже Так не можешь Сказаться Ладно Похрен Я уже Настроился Идти Именно сюда Поэтому Пойду Похрен Что на 40 Не Ну это Просто Типа Он имеется Ввиду Что Некрасиво Типа Вот Потом Короче Далее Что Еще Просто Знаешь Всякие Ложные вещи Говорят Что Вот Преподносят Как Плюшки Например Что Белая Зарплата Что Там Знаешь Типа Печеньки В офисе Классно Там Мягкие Сидения Я не знаю И так далее И так далее Это говорит Не плюс Ни хрена Это говорит Вообще Ни один Айтишник Не будет В сраном Подвале С крысами Работать Типа Такие вещи Как Белая Зарплата Это вообще По законодательству Белая Зарплата Чуваки Это не плюшки Ни хрена Полный Соцпакет Чуваки Это обычные вещи Которые Типа Везде Должны Быть И когда Типа Вы это Говорите Как плюшки Это Типа Очень Тупо Ну Слушай Жить Такая Сейчас Я вот Тоже Это Расцениваю Как Плюшку Потому что Просто Реально На фоне Всех Остальных Это Плюшка Вот и Все Ну вот Да Короче Короче говоря Здесь он Очень много Про зарплату Говорит Что Вот Типа Не нравится Занижаются И короче Здесь он Дальше Пишет Что Если Вообще Будем Говорить Честны Типа Для России 100к Это Классическая Зарплата Айтишника Типа Вот 100к Если Говорит Делают тебе 120к Зарплату То ты должен Выкладываться На 120% Короче Это значит Говорится О чем Типа Что ты все Уже должен Супер усираться Хотя На самом деле Ну нет Такого предела Какого-то Стандарта 100 тысяч Зарплат То есть Давно уже Типа Надо отбросить Все эти Предрассудки Про 100к У меня браузер На этой статье Уже пятый раз Вылетает И перезагружает Страницу И говорит о том Что что-то страница Какая-то тяжелая Что там такое Дальше будет Видимо 100к Ну ладно Окей Да Про вакансии Вакансии И рабочие места В каждой Абсолютно И в каждой Компании Работают лучшие Разработчики Сильная команда Профессионалов Сплоченный коллектив Знатоков Своего дела Создается впечатление Что других Разработчиков Попросту не существует Да Это маркетинг Он настолько фальшивый Что не уверен Что вообще работает Ну и да Он здесь везде пишет Что типа вот Типа Все значит Так представляется Что ня-ня-ня И ми-ми-ми На самом деле Это дефолтная Какая-нибудь Профициальная Компания В которую ты приходишь И в ней И в ней Все не так Как написано На сайте Да Условно говоря Или в каком-нибудь Там На хэдхантере Понятно Естественно Понятно Что никто тебе Не будет писать Что у нас Все плохо Там Да Или у нас Неотлаженные Процессы У менеджеров Да Там Ну никто Это Это как бы Кэпш Так и пишет Что у нас Самая классная Классная компания Классная команда Да просто Видишь Я вот Например Когда Такое читаю Для меня Это по баннерной Слепоте Мимо проходит Да Он и говорит Что это Ну это В никуда Это как бы Просто надпись В никуда Абсолютно Полный соцпакет Это как бы Вот Поведение компании Так Давай зачитаю Опять же Говорит Не понимаю Почему продолжается Плач о нехватке кадров Что разработчики Зажрались И просят Слишком много Что из 50 Кандидатов Только один Толковый То есть Программистов Действительно Не хватает Лучше из них Толпами уходят С российского рынка Непонятно На что Нытики Вообще Надеются Поезд с программистами Уже ушел Если бы работодатели Спохватились 2014 2015 И повысили бы Рублевую ЗП в два раза Компенсировав Потерю сбережения И доходов Разработчиков То отток Был бы Не таким Резким И в дальней перспективе К 2018 Проблема Была бы Менее выражена Однако Сразу же После обвала Ну того самого Когда бакс Подражал Да-да-да Звучало наивное Мы повысим А через год Рубль вернет свои позиции И разработчики Окажутся переплаченными Русский авось Как он и есть Вкупе с недальновидностью Ведь разработчики Посчитали Что быть Недоплаченными Сейчас Хуже Чем быть сокращенными Переплаты Через мифический год Когда доллар Снова вернется К 30 рублям За президента Эта ситуация Показывает Что большинство Компании Не считает С интересами сотрудников Что в целом Характерно Для российской Культуры В скобочках Не только Разработки Ну да Здесь Он именно На это упирает Что у нас Типа такие вот Компании Которые Типа не ценят Разработчиков Максимально Здесь все Вот об этом В этой статье Что типа Кадры Это как бы Ничто Типа Не заботятся Абсолютно О кадрах О зарплате О какой-то Комфорте Непонятном Вот Слушай Я в защиту Компаний Скажу Что это Справедливо Не только Для разработчиков Вообще Для всех И не только В России А вообще Везде Сейчас просто За людей Не очень Держится Как бы Ну реально То есть Мы с тобой Опять же Здесь в этом подкасте Обсуждали новость Миллион лет назад Про то Что Раньше Те уборщики Которые там Убирали в Капитоле Они были Числились в Капитоле У них были там Чуть ли не горячий стаж Потому что Они в политике Работают И так далее Потом всех Перейлили просто В клининговые Просто потому что Оттуда было Уволить легче Чем из Капитоле Поэтому это везде так И как бы Ну Просто так Пенять на то Что у нас В России Плохо относятся К разработчикам Везде ко всем Все плохо относятся Вот Как бы от этого Ни хрена не легче Но факт Остается фактом Он предпочитает Думать что У нас вот Хуже прям Вот прям Плохо И зарплата меньше Типа и так далее Вот Про технологии Тут не особо Ну я что-нибудь Могу зачитать Во-первых Зарплата Столько Типа Короче Ему не нравится Что типа При том что И зарплата низкая И фуллтайм работаешь Ты типа С низкой зарплатой Не сможешь Какие-то свои проекты Начать вести Какие-то Знаешь там Развивать Какие-то вещи Пэт-проекты Или на работе Именно Какие-то кусочки Ну видимо Пэт-проекты Да Потому что типа Ты типа без бабла Ну понятно Пэт-проектами Люди занимаются Когда уже все хорошо Да А тут как бы Ты не можешь Даже сам развиваться И как-то вот Типа Сделать свое Что-то классное Для души Ты как бы Блюйкаешь максимально Тебе и не платят Ни хрена И работу надо максимально Делать только работу Короче И в общем Ну Достаточно маргинальная Типа какая-то хрень Че еще Внутренняя культура Компаний В условиях Оттока профессионалов И повышенных рисков Компании Делают ставку На допотопные Но понятные И хорошо изученные Технологии Всякие новшества Воспринимаются Как вредные И опасные Ну здесь про то Что типа тебя Как личность Зажимают Именно в компаниях Ты типа Как продвинутый Разработчик Не можешь Высказать Своего мнения Тут вот О токсичности Есть еще Последний пункт Ты типа Не можешь Короче Никак Сказать Что типа Вот извините У нас Типа Наш менеджер Неправ Условно Наш типа Директор Неправ У нас неправильная Компания Построена Все Ты как бы Обычно Разработчик Тебя наняли За то Чтобы ты Писал код Похрен Что ты просто Умный чувак Еще кроме этого И можешь Как бы Сделать хорошо Самой компании Вот Может быть Да Придется Потратить Деньги Да Придется Короче Прислушаться К чужому мнению Но типа В общем Люди не хотят Это делать В компаниях Те Кто Управляют Конкретно Поэтому Вот Так все Поэтому так все И происходило Как на тех Стикерах Которые Про Казино Пока ты это делал Я буду верить Это просто Ему не повезло Договориться Он не очень Харизматический И нахрен Никому не сдался Но я уверен Что в любой Разработчиковой Конторе Есть те люди Которые договорились Которых реально ценят У которых там Много терпят От них Но При этом Их держат Просто потому Что они классные И они нужны компании Поэтому Тут как бы Ну здесь знаешь Я думаю здесь знаешь 50 на 50 Доля правды есть Как бы в его То что он пишет Да Действительно К кадрам Относятся Не на 100% Знаешь С любовью Это как бы Это реальная ситуация Это все видят Как бы Это понятно И я думаю Мало кто витает В таких облаках Что Реально написано У нас дружная команда И все будет классно А потом придешь Короче И действительно Все будет классно Вот Ну понятно Что это рабочий момент Это любой коллектив Как бы такой Конечно Это жизнь Это даже Ты когда начинаешь Встречаться с человеком Он кажется тебе один А через 10 лет Он уже другой Или там даже через год Когда вы уже вместе живете То есть это ну Это опять же жизнь Поэтому Да И видно Что он очень много На эмоциях написал То есть здесь как бы Есть и доля правды Но и действительно Он как-то Ну написал Прям вот реально Его прям вот Жопа сгорела Ну Ну окей Окей В принципе Еще темка Мы по ходу Все наши Вы рассказали Наши мнения По этому поводу Поэтому да На самом деле Вот я Последнюю темку Про консоль Сейчас говорю А Ту которая Архитектура И UX дизайн Ну ладно Не будем переносить На срать Два часа всего Еще снимаем В общем-то Как бы Не порог далеко Наш Так Телеграф У меня не грузится В сафарях Мне нужно Мне друг Яндекс браузер Сделал Чтобы там работало Ого Это что-то Телеграф Почему все еще Русские Ну хотя Я понимаю Почему Этот чувак Пиарит Собственный канал В телеге И он Чтобы был там Instant view Сразу На телеграфе Это пишет Ну да Канал делает Именно Самоценность То есть у него Нет другого ресурса У него есть только Канал в телеге Почему бы Нет у него там 3000 подписчиков Посмотрите Сами Господи Я даже не буду Вслух произносить Что за канал В общем Про разработку Про веб Здесь Небольшое В Погружение В объект Консоль Стандартный Джаваскриптовый Который Не только в браузерах Есть Он в ноде Тоже есть То есть Это стандартный Джаваскриптовый Объект Вот У него есть Все знают Метод Лог Например Кроме Лог Чтобы вы понимали Есть Еще Консоль Инфо То же самое Что и Лог Консоль Ворн То же самое Но выводит Предупреждение То есть Желтеньким Пишет Желтенькое Выпало И Консоль Эррор Есть Который Красненьким Пишет То есть Это понятно Можно Разными Способами Выводить Информацию В консоли Есть Консоль Trace Это Трассировка Он показывает Откуда Именно Был Вызван Лог То есть Прямо Расписано Из каких JS На каких Строках Консоль Time Консоль Time End Мы обсуждали Где-то Года Два Назад В этом Подкасте Можно Включить Консоль Time Он Включит Таймер И в тот момент Когда ты Включишь Консоль Миллисекунд Которое Прошло Между Этими Вызовами Очень Прикольно То есть Вот Если Об этом Реально Не забывать То Можно Всякое Измерять Oh yeah Oh yeah Консоль Memory Он Показывает Размер Кучи Той Самой Кучи Которую Нужно Будет Потом Разгребать И Убирать Вот Если Друг Вы Думаете Что У вас Есть Какая Утечка Памяти То Можете Проверить Консоль Memory Без Не функцию Консоль Memory Со скобочками Просто Консоль Memory Свойство А не функцию Есть Консоль Profile Консоль Profile End Это Примерно То же Самое Как с Таймером Только Здесь Мы Должны Имя Как Параметр Передавать И По факту Он Включит Профайлер В тот Момент Когда Ты Запустишь Выключит В тот Момент Когда Ты Profile End Сделаешь Ты получишь Срез Прикольно Он Кстати Не Является Стандартом Но Он Получил Широкую Поддержку Во всех Браузерах То есть Его Нет В Стандарте Но Он Везде Имплементирован Потому Класс Есть Console Count Это Просто Каунтер Каждый Раз Когда Мы Вызываем Console Count От Одного И Того же Параметра То есть Назвали Мы Этот Каунтер И Его Передаем Каждый Раз В Он Он Будет Его Увеличивать На Один На Два На Три Там И Так Далее Тому Подобно То есть На Один Будет Увеличивать Считать Вы Поняли Есть Console Assert Которая Логирует Если Ложно Свойства Короче Console Assert Понимает Два Параметра Первое Это Условие Булевое Второе Это То Что Надо Залогировать Он Логирует Именно На False То есть Не На True Если True То Ничего Не Логирует Если False То Логирует Но Важно Знать Что В Node.js Вызовет Ошибка Searching Error То есть В Node.js Не Работает Только В Браузере Есть Console Group Console Group End Для Того Чтобы Группировать Логи То есть Если Вдруг У вас Там Много Их И Вы Знаете Что Они По Смыслу Одни Вы Можете Сгруппировать Для Того Чтобы Потом В Консоли Их Смотреть Просто И Удобнее Вам Было Понимать Что Зачем Если Вы Все Еще Не Пользуетесь Какими-то Инструментами Разработчиков Вьюшными React Нодными А Пишите Console Log Как-то Там Логируете Вам Я Уже Забыл Короче В PHP Был Такой Print F Sprint F Который Можно Было Параметрами Передавать Именно Куски Которые Ты Потом Через Запятую Вводишь Console Log Ты Пишешь Первым Параметром Строку Hello Username Your Number Is Такой И Через Запятые Передаешь Собственно Username И Number И Он Уже Когда Вводит В Лог Он Непосредственно Это Подписывает Есть Console Clear Просто Очищает Всю Консоль Это Очевидно И Console Table Уже Мы Тоже В этом Подкасте Обсуждали Когда-то Давно Он Рисует Прям Таблицу В Console Table Мы Должны Передать Массив Массив Объектов И В этих Объектах Ключ Будет Это Заголовок Столбца А Значение Это Будет Собственно Значение То Вот На Скриншоте Видно Слушатели Просто Представьте Если Мы Передаем Массив Из Двух Объектов В каждом Объекте Будет Name И Age То Он Нам Построит Табличку Три На Три Первое Это Будет Индекс Второе Это Имя Третье Возраст И Соответственно Имена И Возраст Он Раскидает По Этим Ячейкам Это Прикольно Это Действительно Здорово Для Тех Кто Об Понятие Как Архитектура И UX Дизайн Ну Ка Какой-то Архитектура Чего А вот Именно Та самая Архитектура Которая Здание О Нихрена Син Ну Ка Да Да Настоящая Архитектура Честная Как честная 4К Только честная Архитектура Так Вот Марсин Уклея Вот так Автора Зовут Не знаю Кто Это На UX Дизайн ССи Новость Мы Любим Этот Са Логинит Он Меня Логинит Сначала Показывает Что Я Это Я А После Какого Как я Control R Он Забывает Опять Что Я Это Я Не знаю Почему Ты Вот Да Он Говорит О том Что Он В прошлом Архитектор Именно По Образованию Но Сейчас Работает Продукт Дизайнером В K2 В Польском Каком То Digital Agency Я Говорит В Этой Статье Сравню Архитектуру И UX Дизайн Для того Чтобы Простите Я просто скажу UX Но Вы-то Поняли Что Я имею Ввиду Именно UX Дизайн А не UX Сначала Он Рассказывает О Различиях Они Довольно Очевидны Намного Более Очевидны Чем Сходство Так Вот Различия Первое Это Возраст Первая Архитектура Была 10 тысяч Лет До Нашей Эры Когда Первые Вот Эти Вигвам Юрты Строили Любой Кров Какой Был Вот В разных Так сказать Местах Неолита Разный Был Где-то Из Вета Где-то Из Блоков Ледяных Не знаю Хотя В Неолите Еще не было Наверное Тех Которые На полюсах Жили Неважно UX Дизайн Это Common Line Интерфейс То есть Это Командная Строка 60-й год Все началось То есть Он считает Что это Первый UX Интерфейс Который Вообще Был Спроектирован Это Командная Строка В 60-е То есть Возраст Очевидно Крайне Разный У них Он Здесь Пишет Что Первый Трактат Об архитектуре Это Был От Витрувия И Это Был Первый Век Нашей Эры А Первый Трактат Про UX Дизайн Дон Норман Написал В 95-м Он Там Ввел Первое Изначально Понятие User Experience Знаете Свои корни Чуваки Продакт Непосредственно Что Получается У нас На выходе Это В архитектуре Это Физикл То есть Это Реально Какое-то Пространство Здание Комната Что-то Еще А В UX Дизайне Это Цифровой Продукт Это Приложение Экран Кнопка Какая-то Неважно То есть Что-то Цифровое Длина Длина Самого Процесса Архитектура Занимает Месяцы А Все-таки UX Занимает Недели Ну да То есть Здесь Как бы Опять же Как возраст На порядок Различается Так соответственно Ну то есть Возраст даже На несколько Порядков Здесь Длина Процесса Тоже Отличается На несколько Порядков Если мы Горим Про Саграду Дефамилии Все еще Не построили Ну а Какие-то Там Панельные Дома Сейчас Клепаются Или Монолитные Уже Крайне Быстро А Собственно После этого Идет у нас Продолжительность Так сказать Жизни Здания До 100 лет И больше Стоят Я здесь был Опять недавно В музее Одно из старых Зданий Самых Против театра Оперы и балета Может быть Когда-нибудь Обратишь внимание Деревянное Такое Оно Одноэтажное И второй этаж Очень маленький То есть там Одноэтажный Допустим Там где вывески Висят Да Всякие там Короче Я понял На перекрестке На перекресточке Да Вот ему 200 лет Ну 201 Даже я бы сказал Если быть точным Это самая старая Одно из самых старых Которая сейчас Сохранилась На данный момент Да Вот И это собственно Вот это место Где театр опер и балет Это место Где реально Оригинальная Челябинская крепость Состояла То есть это вот Самое сердце Старое Вот этому месту 300 лет Там вообще кладбище И храм изначально был Где стоит сейчас Памятник Глинке Ну неважно Ладно До 100 лет Собственно Здание служит Один-три года Служит при ложке До их мажорного Какого-то обновления То есть это считается Уже новым приложением Потому что его заново Проектируют Заново там придумывают И так далее Собственно Сам ресерч Само исследование Которое проводится В архитектуре И в UX Оно разное В архитектуре Естественно Важный это контекст То есть Где здание строится Какая там погода Что его окружает Какие коммуникации И так далее А пользователю Уже не так важно Какие люди Потом в этом здании Окажутся уже насрать Для архитектора И для самого Важно Как это здание Впишется в окружающую Как бы Ну Насколько оно вообще Сможет функционировать В зависимости от окружения С приложками Тут наоборот Юзер Центричный Так сказать Пользователь В центре всего Делают конкретно Под пользователя Приложение Ну нет Ну смотри Опять же Надо сказать Что Если Как бы Тут видишь Нет Тут экстерьер Как бы Он тоже для пользователей То есть Как впишется Это тоже для пользователей Как впишется здание Он считает Что нет Он считает Что это для города То есть Понимаешь Все люди Могут взбунтоваться Против нашего Нового конгресс-холла Который для Саммита Шосс строит Потому что Вот он Испортит Исторический центр Вот там Знаешь Как против Стекляшки Газпромовской В Питере Все как бы Былили Пользователи А его все равно Построили Потому что Пошли-ка вы нахрен Ну это уже Вопрос Как бы Другой А он здесь Именно в такое И говорит То есть Понятно Что Когда строится здание Если это Задумывается Как бизнес-холл Какой-то Бизнес-центр Да Офисный То понятно Пользователи Играют роль И они там Потом будут Арендовать здание И под них Пишется Что это в хорошем районе С хорошей парковкой Но это все равно Типа считается Контекст То есть Это не для пользователей А для того Чтобы была хорошая парковка А пользователь уже Типа приложится Вот В таком аспекте Авторство Архитектура Это здесь Здесь кстати Смешная отсылочка К Breaking Bad Say my name You are goddamn right Архитектура Иногда говорит Сама за себя То есть Условных людей Типа Гауди Их узнают Просто По творениям Потому что Ну Это говорит Само за себя А UX приложений Это вот Джон Доу И там Анонимуса Маска Гая Фокса Потому что Там уже Насрать Кто был UX дизайнером Важно Только само приложение Какое получилось Уже Личность архитектора Не так важна Дальше идут сходства Ну и здесь Опять же Тут уже очевидно Процесс То есть процесс Построения архитектуры Приложения И архитектуры здания В общем-то Примерно одинаков По пунктам Точнее По По количеству пунктов По тому Как они итерируются То есть изначально Идет анализ Или ресерч После этого Идет Функциональный дизайн Эстетический дизайн И вот оно По кругу итерируется То есть сначала Мы функционально Первый этаж Дизайним Потом эстетический Продумываем Что там будет Потом опять функциональный Потом эстетический И так далее И тому подобное После этого Уже постройка Так же и с приложками И с сайтами Сначала мы делаем Дизайн UX Потом графический дизайн Все это Одеваем Так сказать В какие-то там CSS Или там Движок Material Design Если это приложение Потом опять делаем UX Перепродумываем И вот так Пока не вылежим Это все И не отдадим В development То есть здесь Это все Функциональность Форма И собственно Уже потом Постройка Далее Промежуточные продукты То есть Есть в любом случае Хоть в архитектуре Хоть в UX Дизайне Этапы Сначала это набросок Потом это Мокап То есть если это Говорить о зданиях Всегда модель делается Типа В малом масштабе По крайней мере Ну как бы Не модель всего Интерьера Типа там Где шахты Лифтов И так далее Но хотя бы Как он впишется В город И так далее И тому подобное То есть Ну там Прототип Вот есть в UX Дизайне А вот В архитектуре Прототипа Как бы нет То есть Тот который Именно можно Хотя опять же Может быть Кто-то И Вот помнишь Нас учили в университете Типа AnyLogic И Simulink Где ты делаешь Условно Торговый центр А потом Делаешь модель И смотришь Где выходы Лучше сделать Потому что Тут пробка образуется Тут столпотворение И так далее И тому подобное То есть это на самом деле Целая теория Как вот это Смоделировать Зал Торговый комплекс Был Не Через правое ухо Левой ногой Сделан А все-таки По уму Чтобы Не возникало того Что тут на парковках Все занято А вот там Там на самом деле Вообще целое дело Потому что вот Смотря на некоторые Наши здания Вот например Как у нас на Аллом поле В Челябинске Аллое поле Само по себе Но достаточно Туповато построено Возможно там Не продумывали Или слишком Переученные Были Я не знаю Ну Да Я согласен с тобой Что там С парковками Беда И вообще Она какая-то Несуразная Странная Ну там Его же не разрешали Запрещали Ладно Не будем Наши челябинские проблемы На голову наших подписчиков Сваливать У нас их достаточно Как собственно И у них Масштабируемость То есть Схожи очень Есть город Планирование города Здания Потом планирование Соответственно Комнат И мебели То есть Все идет Иерархически От большого К малому То же самое И в самом приложении Есть общая система Архитектура приложения Есть конкретный View Этого экрана Ну и на View Есть элементы Там кнопки Радиобаттоны Какие-то пенелы И так далее И тому подобное То есть Все это От большого К частному Компоненты Компоненты Они также построены Если это в здании Есть у них структура Есть форма Структура Это Каркас Так скажем Форма Это то что Облицовка И функциональность Это то что Там проем Окно Перекрытие Стена И так далее То же самое И в Приложении Есть HTML CSS JavaScript Как построено Как выглядит Как работает Три основных Так скажем Постулата После этого Есть Уже здесь Не столько Различия Сколько просто Характеристики По которым И то и другое Описывается Affordance Это доступность Доступность В плане Так Сейчас посмотрим А Что Смотришь ты на кнопку И она уже своим видом Выглядит Как кнопка Ее хочется нажать Так же и на здание Ты смотришь Здание И ты понимаешь Что это офисное здание Не жилое Потому что нет балконов Или наоборот Если ты видишь Кучу балконов Это скорее всего Жилое здание Потому что нахрена В офисах балконы На каждом этом Или ты видишь Там по три кондиционера На каждой комнате Скорее всего Это офисы Это Ну Жилые помещения Редко кто на себя Взвалит такую Ношу Столько по счетчикам Платить за кондиционер Потом дальше идет Скеоморфизм Почему он вдруг Его зацепил Я не знаю Но он рассказывает О том Что скеоморфизм В архитектуре понятно То есть делают Из материалов И нарочито показывают Эти материалы Что кирпич Это из кирпича И так далее Вот Но говорит Очень часто бывает Что Есть облицовочные материалы Например Под кирпич То есть есть Керамическая плитка Под кирпич Есть даже Пластмассовая Всякая хрень Под кирпич Там Пластмассовая Мозаика Какая-то И так далее То есть Ну вот он здесь Сказал что Слава богу В приложениях От этого отошли Он здесь Это просто Вот ему хотелось Сказать про скеоморфизм Потому что По саму архитектуру Он уже почти Не говорит Он говорит о том Что В основном Самые хорошие здания Используют реальные материалы И слава богу А вот в приложениях Почему-то он Это засрал Ну Тут у него Что-то он просто скатился Высосал с пальца Про скеоморфизм Я скеоморфизм По-прежнему Люблю Мне он нравится И так далее Потом он начал Рекламировать Свою студию Gems PL Польскую И он говорит о том Что у нас Есть несколько Там Шесть Правил Частота Форм Консистенси Форм Между формой Функциональностью И Структурой Консистенси Между целым И деталями То есть Гомогенность Материала Чтобы везде Одинаковые были И вся правда Про то Что материалы Они натуральные Вот он Именно про архитектуру Это говорит Что вот Есть Архитектурная студия Gems Может быть Это где он раньше работал Может быть Что-то еще Не знаю И говорит Самое первое Правило Это user first И все И в закат ушел Что В первую очередь Пользователь Даже в архитектуре Даже везде Ну Я о чем говорю Что user first Да User first Это Это даже и наш подкаст User first А Чтобы вы Понимали На work Собака Ewebdesign.ru Нам можно написать Чтобы у нас Купить рекламу И чтобы ваш бизнес Тоже был user first Мы вам подскажем Как сделать Как прорекламироваться И будет вообще Очень классно Поэтому К обойке Переходим Она у нас тоже User first Обойка Да Блин Я сейчас знаешь По бреду придумал Может нам уже И обойку будут присылать А мы будем Лучше выбирать Желательно Нам будут присылать Обойку И денег Давать Ewebdesign.ru Слышь Доней Да Естественно Это Это всегда желательно Так Ну я смотрю У меня первая ассоциация Это естественно You got them right Да Конечно Это сразу Хочется метамфетамин В этом фургончике Варить А наш подкаст Где? Прям там Прям на плите Наш подкаст Надо опять же Что-то не Такое Не сразу Бросать Пусть наш подкаст Это все вот эти горы Передние На переднем плане Вот А фургончик Это темка Про E3 Которая ездила Сегодня По всем горам По всем горам Проехала Нормально Получилось А синие горы Позади Это WebDF Summit Ссылка в описании Потому что Он такой Прям классный И 75 тысяч Охват Примерно Я считаю Это просто Монументально Так же Как эти Горы Которые уже В такой дымке Находятся Ладно Подписывайтесь Друзья На все наши Соцсети Все ссылки Есть в описании Их не будем Перечислять Увидимся уже Через неделю И с вами был Тормознутый Давайте Увидимся Пока Пока